Добрый день, уважаемые коллеги! Я рад поприветствовать вас на сегодняшней научно-практической конференции, посвященном вопросам суицидологии. Во-первых, я хотел поблагодарить Дмитрия Викторовича за организацию этой шестой научно-практической конференции на базе Московской Международной Академии. У нас выстроились очень конструктивные взаимоотношения с Ассоциацией когнитивно-поведенческой психотерапии, и в частности с Дмитрием Викторовичем. Мы нашли некоторую духовную составляющую, которая объединила нас, и которая, я уверен, уже дает хорошие результаты в области образования, в области научных различных конференций, мероприятий, образовательных продуктов. Я думаю, это некоторое начало, которое даст нам еще больших, дает нам больше возможностей, и впереди у нас еще дополнительные мероприятия, это конференции, образование совместное, курсы. Это все очень здорово развивает и открывает очень большие возможности. Сейчас вкратце я немножко расскажу о Московской Международной Академии, коллеги, так как это мероприятие проходит на базе Московской Международной Академии. У нас есть факультет психологии. В рамках этого факультета есть две программы у нас, которые клиническая психология. Мы готовим специалистов по клинической психологии и по психологии. Также у нас действует институт дополнительного образования, на базе которого проводятся различные курсы дополнительного образования на разные темы. Все это более подробно можно прочитать, увидеть на нашем сайте. Что касается, вот у нас есть различные формы, у нас есть и дневной, и заочная, и дистанционная форма. Все вот эти моменты, они присутствуют, и есть возможность подключиться к любой форме образовательного процесса. Но все это более подробно еще раз я сказал на сайте. Теперь я хочу сказать о данной конференции. Ну, коллеги, во-первых, актуальность этой проблемы всем, наверное, ясна. Вам достаточно только посмотреть на ту статистику, которая она представлена. У вас есть эта возможность посмотреть. Где Россия находится на втором месте по суицидам. Бесспорно, проблемы разные, которые приводят к этой ситуации. Это и медицина, это и экономическая составляющая, это и психологические проблемы, это и другие различные трудности социализации, одиночество. Это вот все дает очень удручающую статистику. Это говорит о том, что нам, конечно, коллеги, необходимо работать в этом направлении. Бесспорно, это работа не только и психологов. Это вопрос различный, это всего государства. Но наш вклад в эту тематику, конечно, мы тоже хотим внести и разобраться. И есть уникальная возможность сейчас на базе, во время этой конференции, поделиться теми и методами, и теми приемами, знаниями, которые помогут специалистам решать эти проблемы, которые стоят очень актуально. Тем более, что вы, коллеги, прекрасно понимаете, что та ситуация, которая сейчас происходит во всем мире, связанная с пандемией, это, конечно же, приводит только к увеличению удручающей этой статистики. Потому что все такие моменты, они приводят только к ухудшению, во-первых, всех тех моментов, которые я уже перечислил, ну и в целом, это, конечно, та психологическая составляющая, которая является некоторым триггером для актуализации тех моментов, которые приводят ко всему этому. Я уверен, что на данной конференции вы все получите некоторый толчок, знания, возможность контакты для своего дальнейшего профессионального роста, потому что конференции для этого и создаются. Эти площадки, хороший формат диалога между практиками, учеными. В рамках нашей конференции есть, мы выпустили и журнал научный, мы стоим на позиции создания не только практической, но и научной составляющей, потому что, конечно, практика развивается благодаря науке. Очень вот этот диалог, он должен быть между учеными и практиками. В рамках этого формата вы можете познакомиться с журналом нашим, который мы выпустили. Я уверен, у вас он тоже появился, статьи наших ученых. И, бесспорно, есть всегда секция научная, где можно поделиться теми научными достижениями, в котором ученые работают и есть результаты. Я уверен, что мы закладываем, вот у нас сейчас первая конференция совместная с ассоциацией. И это начало для нас, мы сейчас шестую, но мы уже с Дмитрием Викторовичем переговорили, что мы ежегодно будем проводить здесь. Вот сейчас шестую, надеюсь, что и седьмую в дальнейшем. Потому что ничего не является более эффективным, чем регулярные вещи, которые проводятся. Это дает возможность людям подготовиться и сделать следующую конференцию на более высоком уровне. Тем более, что мы уже говорили с Дмитрием Викторовичем по этой тематике. Конечно, надо подключать государственные структуры к этой проблематике. Я уверен, что на следующей конференции мы подключим и уже и Министерство, может быть, здравоохранения, Министерство образования, просвещения. Потому что проблема действительно очень актуальна. Она не только связана и со взрослым. Вы знаете, что и дети у нас тоже суициды, очень достаточно высокие, достаточно процент. Поэтому, конечно же, интерес государства к этой проблематике тоже он есть. И бесспорно мы постараемся подключить Министерство и государственные органы к данной конференции в следующий раз. Ну, учитывая сейчас пандемию, понятно, есть некоторые сложности организационные и все остальные. Но в дальнейшем я уверен, что конференция примет более масштабный характер и с участием уже государственных структур в нем. Я еще раз хочу поблагодарить вас, коллеги, те, которые приняли приглашение, и в особенности организаторов конференции, потому что здесь участвовали различные структуры в организации. Поэтому еще огромное вам спасибо. Это очень важно. Чем больше помощи, тем лучше становится всегда проходит конференция. Ну и, коллеги, желаю вам, чтобы эта конференция дала вам больше знаний, уверенности, контактов, которые приведет к лучшим результатам в вашей работе. Спасибо вам. До свидания. Спасибо большое, дорогой Лилий Михайлович. Спасибо большое за гостеприимство и за возможность проведения в стенах вашей академии этого важного и значимого для профессионалов события. И действительно, мы надеемся на уже традицию, на регулярность и на будущие встречи, потому что если в пандемию нам удалось это реализовать, то в будущем, я думаю, что мы будем развиваться и расти. Спасибо большое. Спасибо. Дорогие коллеги, вы знаете печальную весть. В понедельник, 1 ноября, ушел от нас Арон Бек, и для нас, когнитивно-поведенческих терапевтов, это большая утрата и горечь этой утраты. И действительно такая печаль, несмотря на такой почтенный возраст, все равно надежда, что этот великий ученый как некое знамя, как символ был с нами все это время, и не хотелось верить, что он когда-то нас покинет. Этот день, к сожалению, настал. Поэтому, если можно, перед тем, как мы начнем пленарные доклады, я хотел бы попросить всех о минуте молчания в память об этом замечательном ученом, учителе и прекрасном человеке. Я думаю, что многие в своих докладах еще коснутся наследия, которое оставил для нас Арон Бек. Но сейчас я хотел бы передать слово Наталье Николаевне Петровой для доклада «Депрессия, суицидальное поведение и антидепрессивная терапия». Наталья Николаевна, доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой психиатрии и наркологии Санкт-Петербургского государственного университета и председатель регионального отделения Российского общества психиатров, Бехтеревское психиатрическое общество Санкт-Петербурга. Доброе утро, Наталья Николаевна. Доброе утро, уважаемые коллеги. Я благодарна, глубоко уважаемый Дмитрий Викторович, за приглашение принять участие в этом мероприятии. И проблема, о которой мы будем говорить, она не отпускает нас. И сейчас, в период пандемии, она становится, с моей точки зрения, еще более актуальной. И прежде всего мне хотелось бы подчеркнуть, что уровень суицидов среди больных именно с тяжелыми психическими расстройствами, к которым, несомненно, относится и депрессия, существенно превышает общепопуляционный уровень суицидов. И вообще суицидальное поведение характерно для практически всех психических расстройств, с исключением выраженной деменции. Мы знаем, что на ранних этапах болезни Айцгеймера депрессия и суицидные попытки – это довольно распространенное явление. Ну и умственные отсталости. Сегодня депрессией страдает в мире примерно 330 миллионов человек. Это данные на 2017 год. И за последние десятилетия уровень депрессии существенно повысился во всем мире. Это почти 50%. Увеличилась вдвое распространенность депрессивных нарушений. И сегодня рекуррентная депрессия занимает ведущее место в структуре так называемой психоневрологической патологии, опережая по частоте и биполярную депрессию, и шизофрению, и деменцию. При этом смертность, связанная с депрессией, достигает 18%. Это очень высокий показатель. Возможно, отчасти это связано с ростом числа коморбидных расстройств, как психических, так и соматических. Но, несомненно, существенный вклад в эту печальную статистику вносит и ассоциированность депрессии с суицидальным риском – суицид. Когда говорят о связи суицидального поведения с депрессией, то, конечно же, отмечают, что примерно 30% больных депрессией хотя бы раз в жизни совершают суицидную попытку. Риск суицида считается более высоким при тревожной депрессии, при резистентной депрессии. И этот риск ассоциирован не только с рекуррентным депрессивным расстройством, но и с биполярной депрессией. И есть данные, которые говорят, что частота суицидальных попыток превышает 30% как для биполярного расстройства первого, так и биполярного расстройства второго типа. И частота суицидальных попыток при этих типах расстройства не различается. Выделены факторы риска. Я позволю себе на этом остановиться, поскольку об этом как-то пока меньше говорят, чем у суицидов при рекуррентной депрессии. Выделены факторы риска совершения суицидальной попытки у больных с биполярной депрессией. И вы видите, что это прежде всего ранние этапы течения заболеваний, первые два года болезни. Это первый год после госпитализации. Это не просто депрессивная фаза, но еще и период смены фаз. Это раннее начало биполярного расстройства, наличие наследственно отягощенности биполярным эффективным расстройством и коморбидная зависимость от психоактивных веществ, включая алкоголь. Я уже упомянула, что сейчас в период пандемии суицидальное поведение должно представлять собой предмет для серьезного обсуждения внимания. Появились первые публикации, посвященные этой проблеме. Отмечено, что пока в странах с высоким уровнем доходов не наблюдается рост числа. суицидов, но в странах с более низким уровнем жизни, более низким уровнем социальной защищенности уже есть отрицательная динамика этого показателя. Это вот работа 2020 года. К сожалению, таких исследований пока немного, но вот есть популяционные исследования в Соединенных Штатах, которые включало вообще все взрослое население, не только тех, кто болел коронавирусной инфекцией. И было показано, что в течение 30 дней до завершения обследования примерно у 11% населения имели место суицидальные мысли. Особой группой риска рассматриваются лица молодого возраста, в возрасте до 24 лет. И в частности сюда относятся молодые люди, которые вынуждены ухаживать за болеющими взрослыми людьми. Предполагается, что нас ждет в ближайшие годы рост числа суицидов, в том числе. Это связано, может быть, с экономическим спадом обусловленным пандемией и с сопутствующим злоупотреблением психоактивными веществами, рост которого мы сейчас наблюдаем в популяции разных стран. Конечно, особая проблема – это суицидальное поведение лиц подросткового и юношеского возраста. И это в значительной степени связано с значительной распространенностью депрессии в этом возрастном периоде. И мы видим данные ВОЗ 2020 года, которые говорят о том, что самоубийство занимает третий место среди ведущих причин смертности в возрасте 15-19 лет, второй ведущий причиной смерти среди молодежи в возрасте от 10 до 24 лет. И больше 90% этих суицидов совершается, обращая ваше внимание, именно в странах с низким и средним уровнем доходов. Хочу обратить ваше внимание, что даже в этих возрастных группах отчетливо по числу именно завершенных суицидов литируют лица мужского пола, как в возрасте от 10 до 14 лет, так и в возрасте от 15 до 19 лет. Вообще, надо сказать, что подростковый суицид сегодня выходит на первый план по своей актуальности. И обращаю ваше внимание на статью, подготовленную нашими коллегами из Национального центра Бехтелева, которые подчеркивают значение самоповреждающего поведения, фактически которые нужно рассматривать как фактор риска формирования суицидального поведения в подростковом возрасте. Вот мой опыт говорит, что в последние годы мы видим очень много лиц юношеского возраста, которые мы ставим в диагноз пограничного расстройства личности, но то, что сегодня относятся к эмоционально неустойчивому расстройству личности, именно с депрессивными расстройствами, у которых суицидальные попытки совершаются именно на фоне депрессии, но в подростковом возрасте отчетливо прослеживалось самоповреждающее поведение. Это, мне кажется, какая-то премия непросто. Это тоже результаты нашего исследования, касающиеся юношеской депрессии, которые показывают, что примерно в 20% случаев у таких пациентов наблюдается высокий риск совершения суицида, согласно оценке по колумбийской шкале, оценке тяжести суицида. И мы выделили два типа депрессии юношеского возраста в соответствии с классификацией, которую использовал еще профессор Олейчик. Это гибоидный и метафизический тип депрессии, который, особенно последний, ассоциирован с риском манифестации расстройство-шизофренического спектра у лиц юношеской депрессии. Вот эти два типа депрессии, они в большей степени суицида опасны, по нашим данным. Отдельная проблема – это суицидальное поведение у лиц с депрессией при шизофрении, так называемой постшизофренической депрессии в соответствии с классификацией МКБ-10. И исследования последних лет говорят о том, что именно депрессивная симптоматика, ассоциирована с суицидальностью у пациентов шизофрении, она обусловливает суицидальное поведение, которое имеет много общих черт с суицидом у непсихотических пациентов с депрессией. И речь идет о том, что именно депрессия на ранних этапах развития заболевания является фактором риска совершения суицида, и именно на ранних этапах коррекция депрессивных нарушений является фактором превенции суицидального поведения больных с шизофренией. Я не могу не подчеркнуть, что, к сожалению, те пациенты, которых врачи нередко рассматривают как ремиссионных больных, имеют суицидальные тенденции, и пассивные суицидные мысли были выявлены нами в более чем 20% случаев у пациентов в ремиссии шизофрении, которые не вызывали никакого беспокойства у лечащих врачей, больше чем 27% пациентов. И на раннем этапе шизофрении депрессия ассоциирована с риском суицида на протяжении первой ремиссии, которая следует после первой госпитализации, после первой выписки. Зарубежные ученые подчеркивают, что такая депрессия характеризуется наличием отчаяния, чувства безысходности, а по нашим данным группами риска являются пациенты с шизофренией молодого возраста, женского пола, пациенты с отягощенной аффективными расстройствами наследственностью и вообще наличие аффективных расстройств и суицидального поведения у родственников больных с шизофренией фактически должно явиться показанием для внимательного скринга наличия суицидальных тенденций. Вообще все, что касается выявления риска суицида, сегодня пытаются найти какие-то дополнительные ориентиры, и в частности идет поиск биомаркеров суицидального риска, поскольку суицидальное поведение рассматривается как многофакторное явление, обусловленное и личностными предпосылками, влиянием среды, и в то же время определенными биологическими механизмами. Да, уже известны, по крайней мере, претенденты на такие генетические маркеры, связанные с полиморфизмами генов, участвующих в обмене серотонина прежде всего, но больше всего надежд связывают с биохимическими показателями в связи с тем, что они более доступны для внедрения в клиническую практику. Вот те гены, с мутациями которых связывают риск развития суицидального поведения, а вот наши собственные данные, которые свидетельствуют о целесообразности использования для оценки риска суицидального поведения больных депрессией, такой показатель, как уровень кальцидиола, уровень витамина D. Это, в общем-то, достаточно доступный для определения показатель, который, по нашим данным, отчетливо коррелирует с выраженностью суицидальных тенденций. Это соотносится с современными зарубежными данными о вовлеченности кальцидиола, как такого нейрогормона, в формирование риска суицида. Много говорят о связи суицидального поведения у больных с депрессией с признаками хронического воспалительного процесса, что является основным патогенетическим механизмом депрессии сегодня. Описано изменение уровня цитокинов у лиц, совершивших суицидные попытки. Это как постмортальные, так и прижизненное определение уровня цитокинов в крови и спинномозговой жидкости. И, так сказать, наибольшие ожидания связывают с такими показателями, как уровень в сыворотке интерлекина-6. И есть данные, которые говорят, что именно уровень интерлекина-6 в три раза повышен у пациентов с попытками с убийством по сравнению со здоровой контрольной группой. То есть это как раз показатель, который осматривается как наиболее перспективный биомаркер риска суицида. Мы должны быть насторожены в плане суицидального поведения тех лиц, которые вдруг начинают обращаться за не только психиатрической помощью, но и активно обращаться в первичную медико-санитарную службу. Есть данные, которые говорят о том, что именно для женщин характерны более высокие показатели обращения за медицинской помощью перед суицидом. И частота таких обращений растет с возрастом. И это обусловливает необходимость вовлечения в процесс выявления на ранних этапах формирования суицидального поведения врачей, общей медицинской практики, врачей-интерминистов. Вот работа 2016 года показывает, что риск суицида резко возрастает с увеличением количества консультаций разными специалистами в год, который предшествовал совершению самоубийства. Это ассоциация с применением психотопных препаратов. Есть прямой пролизм между числом психотопных препаратов, которые применял пациент, и совершением суицидальной попытки. Это наличие нескольких психиатрических диагнозов. То есть речь идет о том, что это был трудный для курации пациента, очевидно, что и обусловливало диагностику в соответствии с возможностью многосилой диагностики сегодня МКП-10. Но не был выявлен суицидальный риск, раз такая суицидальная попытка все-таки была совершена. Человек не получил должной помощи. И это социально неблагополучные места проживания, что коррелирует как раз с данными о совершении суицидов и подростков именно в странах с низким и средним уровнем доходов. Хочу обратить ваше внимание на то, что большинство из тех, кто совершил законченный суицид, получали перед этим суицидом по крайней мере один препарат. То есть этот человек наблюдался. И в половине случаев это были психотропные препараты. Из них преобладали именно антидепрессанты, но кроме того и гипнотики, и антидепрессанты. И вот отмечено, что 38,5% суицидентов получали предшествующие суициду год антидепрессанты. Ну, во-первых, с моей точки зрения, это говорит о том, что мы должны все-таки совершенствовать нашу диагностику суицидального риска, поскольку понятно, что пациенты наблюдались, но без достаточного внимания к риску совершения суицидной попытки. Ну и это ставит вопрос о том, а как же все-таки лечение антидепрессантами влияет на совершение суицидальной попытки. И вот могу сказать, что это действительно предмет для анализа последних публикаций, прежде всего зарубежных публикаций. И вот работа 2018 года говорит о том, что данные о связи суицидального поведения с приемом антидепрессантов остаются противоречивыми. Есть мнение об отсутствии доказательств серьезных рандомизированных исследований о том, что антидепрессанты предотвращают риск самоубийства или, напротив, увеличивают этот риск. И есть свидетельства, что рандомизированные клинические исследования с применением современных антидепрессантов говорят о том, что они повышают риск совершения суицидной попытки именно молодыми больными с депрессией, а вот у пожилых пациентов такой закономерности не наблюдается. И, напротив, современные антидепрессанты снижают риск суицидов у пожилых пациентов. Это говорит о том, что вопрос остается открытым для изучения. Но в целом большие фармакоэпидемиологические исследования все-таки демонстрируют превентивный эффект антидепрессантов в отношении суицидального поведения. И говорится о том, что риск, связанный с нелеченной депрессией в отношении суицида, существенно выше, чем при лечении антидепрессантами. И вот есть убедительные работы 2000-х лет, которые говорят о том, что лечение депрессией антидепрессантами все-таки снижает на эпидемиологическом уровне риск совершения суицидной попытки. Есть очень большие исследования, включающие больше 18 тысяч пациентов, которые не обнаруживают связь повышения риска совершения суицидов именно с приемом антидепрессантов. И есть работы, которые подчеркивают, что вот такие данные, они распространяются именно на взрослых пациентов, а что у молодых больных все-таки ситуация другая, у пациентов юношеского возраста. Да, конечно, есть работа, вот эта работа 2017 года, которая говорит, что все-таки можно вычленить определенные факторы риска возникновения суицидальных мыслей и совершения суицидальных попыток на фоне антидепрессивной терапии. Но не всякая антидепрессивная терапия может обусловить такой суицидальный риск. Это антидепрессивная терапия, которая характеризуется трудностью достижения терапевтического ответа. Вы помните, я приводила в начале сообщения данные о том, что резистентная депрессия ассоциирована с повышенным суицидальным риском. Но здесь речь идет все-таки об отсутствии терапевтического ответа, но в какой-то степени параллелизм провести можно. Это не вполне корректная антидепрессивная терапия, которую начали без титрации дозировок препарата, а сразу с высоких плюс антидепрессантов. Это, конечно, пациенты, относящиеся к группе высокого риска совершения суицидов. В принципе, это лица с суицидальными попытками в анамнезе и имеющие сопутствующие злоупотребления психоактивными веществами, в том числе алкоголь. Надо помнить о том, что антидепрессанты могут быть использованы для самоотравления. И действительно, каждое пятое самоотравление производится с помощью именно антидепрессантов. И антидепрессанты, по данным английских ученых, применяются в 20% завершенных суицидов с помощью самоотравления и до 30% незавершенных суицидных попыток. При этом хочу обратить ваше внимание, что такие попытки совершаются как с помощью одного антидепрессанта, так и с применением антидепрессанта в рамках использования целого комплекса различных препаратов для самоотравления. Это важно учитывать, поскольку меняется индекс фатальной токсичности, когда антидепрессант применяется в комбинации с другими препаратами. Обращаю ваше внимание на работу наших коллег. Это Лалана Римановна Касимова с авторами. Работа, правда, уже 2011 года, но она показывала анализ суицидальных попыток путем самоотравления. И в исследовании было выявлено, что среди антидепрессантов, которые применялись для самоотравления, преобладал именно амитрептерин. Это очень важно, поскольку мы все время говорим о повышенном риске совершения завершенного суицида при применении амитрептерина. Это должно быть учтено при назначении антидепрессивной терапии пациентам с высоким риском суицида. Но не меньше проблем может быть связанной с антидепрессантами современной генерации. В частности, есть работы зарубежных коллег, в частности, работы 2019 года, которая показывает, что, к сожалению, в течение двух недель терапии с эффективными эгипетерами обратного захвата серотонина риск суицида остается высоким. И более того, есть данные, что риск суицида при терапии СИОЗС может удваиваться. С другой стороны, есть работы, которые говорят, что отсутствует связь между применением СИОЗС и повышением риска суицида, но заметьте, именно у взрослых пациентов, у пациентов в возрасте 18 лет и старше. С чем это может быть связано? Ну, возможно, мы знаем прекрасно с актуализацией тревоги в первые недели терапии пациентов с помощью СИОЗС. Я уже акцентировала ваше внимание на проблемы, связанной с применением трициклических антидепрессантов. Хочу подчеркнуть, что по данным и европейских ученых, и по данным Соединенных Штатов Америки, индекс фатальной токсичности самый высокий именно у антидепрессантов этой группы. И в этом есть полная единодушие, которая говорит о том, что именно трициклические антидепрессанты, в том числе амитрептилин, характеризуется наибольшим числом фатальных суицидов по отношению к числу нефатальных суицидов при самоотравлении антидепрессантами. И я уже говорила, что летальные дозы антидепрессантов, которые используются в комбинации с другими препаратами, чем при самоотравлении только антидепрессантами, это тоже надо учитывать, когда мы назначаем те или иные антидепрессанты в той или иной дозировке и предоставляем пациенту то или иное количество этого антидепрессанта. Обращаю ваше внимание, что из современных антидепрессантов довольно высокие риски фатальной токсичности установлены для верлофоксина, и в этом тоже единодушный европейский и американский ученый, для мертозапина. СИОЗС имеет не такой высокий в целом показатель фатальной токсичности, но внутри этой группы наибольший риск фатальной токсичности отмечен для циталопрана. Что же нам рекомендуют делать для того, чтобы снизить риск совершения социальной попытки пациенту, который уже наблюдается и получает антидепрессивную терапию? Во-первых, конечно, это довольно частое наблюдение этого пациента. Вот рекомендуют, что после начала антидепрессивной терапии нужно наблюдать еженедельно, первые 4 недели. Надо сказать, что особое внимание все-таки должно быть уделено пациентам в возрасте моложе 25 лет, по некоторым данным возрасте до 30 лет. И здесь я считаю, что частое наблюдение не только в период начала антидепрессивной терапии, но и в период смены дозировки, в период смены антидепрессанта. Вот здесь просто необходимо. Надо сказать, что еще одним путем сокращения социального риска является, конечно, правильное дозирование препарата. Вот есть работы, которые говорят о том, что все-таки есть корреляция между высокой дозой антидепрессанта и более высоким риском самоповреждающего поведения в течение всего возрастного периода у больных с депрессией, а не только в подростковом возрасте. И есть серьезные рекомендации, подчеркивая необходимость назначения антидепрессантов, во-первых, в небольших дозировках сначала, с титрацией дозировок. И, что очень важно, это необходимость предоставления препаратов пациенту в небольшом количестве с рекомендацией родственникам это психообразование, конечно, осуществлять контроль за хранением и приемом антидепрессантов. Конечно, нужно избегать тех антидепрессантов, которыми связан повышенный риск суицидальной попытки и завершенного суицида, и ограничить доступность антидепрессанта. Обращаю ваше внимание, об этом очень много пишут вот именно в последние годы, 18, 19, 20 год. Хочу обратить ваше внимание на то, что есть препараты и современные генерации, в отношении которых много исследований, список этих публикаций в отношении флавоксамина можно было бы продолжить. Это препарат, который хорошо исследован с точки зрения безопасности в плане повышения суицидального риска при терапии. Но только у его дженериковой формы ракона есть такая упаковка, которая позволяет именно ограничить доступ к количеству антидепрессантов. Это важно, особенно на ранних этапах терапии депрессии. И это согласуется с рекомендациями европейского отделения ВОЗ, который говорит, что нужно ограничить число антидепрессанта для больных с повышенным риском суицида именно недельным количеством антидепрессанта. Обращаю ваше внимание на это. Это наша обязанность – осуществлять превенцию суицидального поведения всеми доступными способами. Что пишет ВПА о проблеме суицидов в современном обществе? Обращаю ваше внимание. Они говорят о том, что нам нужно объединить усилия в превенции суицидов, и весь мир должен идти по пути разработки такой многосторонней стратегии предотвращения суицидов. Рекомендуют взять четкие ориентиры по снижению показателей суицидов. В частности, предлагают за ориентир взять снижение показателей на 10% на каждые 5 лет. Конечно же, особые группы риска, которые нужно выделять популяции, это лица молодого возраста, пожилые лица. Но, как мы видим, именно молодые люди имеют повышенный риск в совершении суицидальной попытки на фоне антидепрессивной терапии. И тут наше внимание должно быть особенно повышено. И, конечно, мы должны предпринимать усилия по ограничению доступа к средствам в совершении суицидальной попытки. И одним из таких механизмов является, конечно, борьба с сопутствующим злоупотреблением психоактивных веществ. Правильная работа со средствами массовой информации – это обязательно, конечно, просветительская работа. Ну и, как я уже сказала, грамотное обращение с антидепрессивной терапией. Благодарю вас за внимание, уважаемые коллеги. Спасибо большое, дорогая Наталья Николаевна, и что поддержали нас своим выступлением, и что много лет сотрудничаете с нами и помогаете нести эти важные знания для не только психиатров, но и психотропевтов, психологов, неврологов, большого количества специалистов. Спасибо большое. Успех вашей конференции, дорогие коллеги. Надеемся на продолжение нашего замечательного сотрудничества, и впереди у нас еще будет много таких новостей. Я надеюсь, что мы расскажем еще о других формах нашего сотрудничества в виде курса по суицидологии. И сейчас я хотел бы передать слово профессору Любову, который представляет свой доклад. Прошу прощения. Название этого доклада «Время суицидального поведения» Евгений Борисович. Вот, пожалуйста, презентация. Прошу прощения. Национальный медицинский исследовательный центр психиатрии и наркологии имени Сербского. Отделение суицидологии. Извините за техническую паузу. Я очень серьезно отношусь всегда к технике. Уважаемые коллеги, спасибо за приглашение. Пожелаем друг другу нашему Dream Team встретить юбилейную десятиразовую уже конференцию. По крайней мере, в этом составе. В здравом уме и памяти. Ну, а замечательно, если это будет состав расширен, так как, конечно, темные времена, они приходящие. Позволю себе поддержать, попытаться уровень первых двух выступлений с некоторым все-таки комментарием. Отнюдь не на втором и даже не третьем после Гаяны и Лесота, кто мало кто знает, кроме филателлистов, такие страны. Мы находимся в рейтинге. Всегда в случае чего вы отвечаете так. Русофобы и англосаксы на такой уровень малопочетный антирейтинга нас поставили. Даже при учете безразмерной картины смертности по неопределенным намерениям, что мы сделали прицельно в ряде регионов, отнюдь не увеличивается официальный, а другого у нас нет, уровень суицида в два раза, как публикует ВОЗ. Тут происходят некоторые ножницы. Значит, мы упорно стремимся к католической Италии. Мы где-то на 15 месте, 11,3 каждый год убывает уровень суицидов на 0,5. При этом даже с учетом отставленности роста суицида по понятным причинам, ковид пока не внес определенных коррективов в этот многолетний тренд снижения уровня суицидов. При этом, так как у нас лоскутная такая империя, в двух третях регионов, да, уровень суицида выше. Но так как мы говорим о температуре средней по больнице, то да, среднестатистический уровень у нас вполне приемлемый, соответствует критериям ВОЗ как в стране со средним уровнем суицида. Еще два слова по поводу антидепрессантов. До 60% суицидов совершают в депрессии. К сожалению, не лечены и не диагностированы, обычно ретроактивно. Поэтому уровень антидепрессантов косвенно указывает на выявляемость депрессии. И по нашим скромным экологическим исследованиям, в тех регионах, где уровень потребления антидепрессантов выше, уровень суицидов ниже. Вообще все в жизни связано. Вам домашнее задание, как, например, количество старых дев связано с урожаем Кревер. После этого приступаем к грустной теме, однако обещаю вам закончить ее душеподъемно. И доброе утро еще раз. И такие вопросы у нас будут рассмотрены. Рассчитывайте на эффект 25 кадра. Все, что нужно, вы усвоите и заметите. Суицид отличается от естественной смерти, к сожалению, чаще всего внезапностью. Чем меньше человека мы знаем, тем больше говорим об импульсивности. Посмотрим объективизированные данные по стандартизованной методике ВОЗ через единицы потерянной продуктивности в течение года. Что такое суицид в жестких рублевом эквиваленте, прокрустовом ложа, ценовых показателей. И вот типовой портрет российских самоубийц. Как понимаете, никогда они не появятся, чаще всего, понятное дело, в поле зрения специалиста, даже правоохранительных органов. Оказывается, что мужчины лидируют во вкладе обобщенного уровня суицидов, что вполне естественно. Одно из характерных черт России – соотношение мужчин к женщин по суицидам – один к пяти-шести, тогда как в странах иных, скажем так, с высоким уровнем жизни, хотя по уровням суицида, видите, мы приближаемся, богатеем, соотношение три к одному. У молодых, как видите, самоубийство лидирует. Вот они соревнуются с транспортными несчастными случаями. Мы знаем, что такой молодой человек на дороге и 20% ДТП, скорее всего, это скрытые маскированные суициды. Вот здесь цвета запекшейся крови выделены регионы, где сверхвысокие уровни бремени суицидов. Как понимаете, оно определяется прежде всего лицами трудоспособного возраста, тогда как пожилые, формально вышедшие в тираж по социальному своему потенциалу, не учитываются как бремя суицидальное. Ну и в результате оказывается, что и суициды лидируют в ранжире бремени смертей россиян от внешних причин и сравнимы с потерями, как видите, таких заболеваний, которые традиционно являются приоритетными для любой системы здравоохранения. Ну и мужчины, которых надо беречь по-прежнему, оказывается, охватывают до 90% объема потерь. Здесь никакого сексизма. Мужчины потому и дороже, потому что они чаще совершают суицид где-то между 35-45 годами при рассвете, так сказать, жизненных сил. Можно измерить, что такое груз самоубийства. Данные, к сожалению, устарели. Надо считать заново. Однако по пересчету, по перитету покупательской способности груз самоубийств на душу населения у нас выше, чем в США вдвое. Отсюда вытекает вполне понятный вывод, что профилактика суицида – это не только гуманно априори, но и это ресурсосберегающая программа, научно-доказательная. Пожалуйста, можно посчитать, что такое парасуициды. Это те, кто поступают в многопрофильные больницы, их ненавидит персонал. Они создают дополнительную нагрузку. Вы видите, каждый из сотни, каждый рубль такого небогатого бюджета среднего лечебно-профилактического учреждения уходит на лечение парасуицида, который объединяет, как зонтик под собой закрывает, и суицидальные попытки, и несуицидальные самоповреждения. Вот здесь бремя парасуицидов показано. Можно вполне показать даже, сколько стоит эпизод лечения. Как видите, сравним с такими в экономически развитых странах. Но моя дочь, например, реаниматолог, она регулярно рассказывает, что когда очередной пациент приходит в себя, так многие профессионалы говорят, после неудачной суицидальной попытки вопрос, что же такое удачное, слабым голосом видя, что перед ней не Архангел Петр, а врач, рядовой реаниматолог российский, говорит, доктор, я теперь знаю, как поступить в следующий раз. И действительно, каждая следующая попытка до 60% случаев первые полгода, так как ничего не разрешилось в его жизни, а даже усугубилось, более тяжелая и подготовленная. Однако есть так называемые неуловимые потери, которых можно посчитать через единицы квали, стандартизованные, единицы, сцепленные с качеством жизни лет. То есть мы говорим о бремени семьи, близких, окружающих, стигме, дистрессе, душевной боли, оставшихся в живых, которых не зря, как выживших после пытки или землетрясения, называют именно выжившими. При этом ВОЗ называет скромную цифру 7, так или иначе задействованных и раненых осколками этой необязательной и принципиально обратимой до времени смерти суицидальной и до 40, что мы тоже вскоре увидим. Поговорим с вами о переживших утратах. О бремени семьи прежде всего, то, что ближе всего к суициденту. К сожалению, самый близкий человек является самый глухой и слепой за чистоколом психологических защит. Например, мой знакомец, профессор-нарколог, потерявший сына от передоза, растерянно говорил, я находил в его ванной окровавленные шприцы, но я же не думал. Ну и, как видите, наследуется, хотя здесь нет никакой стигматизации, риск суицида, вследствие отчаяния, безнадежности, чувства вины. Вот почему идет такая руминация «если бы» и как можно было бы пройти эту бифуркацию иначе. Вот почему так трудненно еще и ретроспективная психологическая аутопсия, настолько недостоверные сведения самих близких. Вот оно, горе утраты, как увидим сейчас. А неры различные, реакции. Такая у нас была запланирована в свое время и кандидатская диссертация. Если вообще мы посмотрим на ранжир бед, которые могут случиться с человеком, то, как понимаете, лидирует какая самая страшная боль – это потеря, конечно, ребенка из неблагоприятных жизненных обстоятельств. Ну и вот эти записки, которые мало что показывают, кроме отчаяния, безнадежности, жертвы суицида, конечно, добивают окончательно родителей. Это тот самый Вертер соседствует с советским мальчиком Юрой. Это мама бедной Лизы. Мало кто помнит и про Эраста. Здесь можно было бы поставить еще одно действие, постмодернистская уже пьеса «Чайка». Беда только начинается. Обратите внимание, что горе становится иногда и поводом быть человечнее, альтруистичнее, что мы сегодня еще неоднократно услышим и увидим. То есть мы говорим о адаптивном подходе преодоления и совладания с горем, наряду, конечно, с дезадаптивным. Это родители. Вполне известный Надя по литературе. Это родители. Тут же где-то рядом сосед, который не сумел предотвратить суицид. Может быть, для него осколки прошли покасательные, а может быть, ранили в сердце. Это зависимость от личности. Это желание присоединиться к любимому, который умер по любым причинам. Особенно, остро повторяю, внезапное, неожиданное. Поэтому смерть в автоаварии можно причислить и к суициду, а часто это перекрещиваются вещи. Мало кому памятный Шейнин написал такой замечательный рассказ, отчет. Как сами понимаете, тройка по физике для одного ребенка – это приходящая вещь, а для другого – конец света, как и для взрослого. Для кого-то плевок, а для кого-то божья роса. Поэтому мы с вами говорим о личностной предиспозиции. Обратите внимание на реакцию отца, который просит запереть его в тюрьму. Это тоже достаточно известная история про гафта. Все переживают одно и то же, но, понятное дело, литературно одаренные могут донести свое горе более красиво. Хотя это тоже такое, понимаете, терапевтическое зеркало. Грехи, грехи слепоты. Вины. Груза. Проходит такая боль когда-нибудь? Нет. Но большинство людей со временем учатся с этим жить. Как говорила одна молодая свежая вдова у Юрия Трифонова, она спрашивает вдову со стажем, это когда-нибудь пройдет? Никогда. Ощущение несправедливости, обиды на кого-то меня оставил. Однако этим далеко не исчерпывается континуум реакций на трагедию в семье. Это вот первого лица, вот этим исселен качественный анализ, который все более торит дорогу в суицидологии. Вот какой-нибудь сторонний человек по-обывательски скажет, что 17-летнему красавцу и поэту не хватало. Но, однако, просто мы мало были с ним знакомы, мы не видели, что у него за фасадом. Такие рекомендации весьма спорные, подглядывание и подслушивание. Теперь, конечно, дневники устарели, но надо подумать, можем ли мы взламывать, например, сайт, смотреть. Хотя многих спасло именно то, что в последнюю минуту они заявили о суициде, и, по нашим данным, где-то половина уготовящихся суициде были кто? Далеко не родители, а приятели по соцсети, которые забили или не забили тревогу. Это стенание отца молодой девушки, обвиняющей в ее фагоцентризме. А когда же быть эгоцентриком, как не в юные годы? Вот это как раз неправильность поведения привело к тому, что сын, оставшийся в живых, отвинут на периферию, он тоже становится в группе риска, так как все направлено лишь на пествование ребенка в группе риска или потерянного ребенка. Это провожание матери в последний путь и отрезвление за счет, видите, казенного санитара. Это проблема, которую тоже мы пытались решить в рамках диссертационного исследования. Каково быть матерью душевнобольного несовершеннолетнего ребенка, несовершеннолетний ребенок у душевнобольной матери? Здесь тоже различные стигмы. Многих, кстати, в жизни держат душевнобольных матерей именно дети. Ради них они принимают лекарства, как помните в этом фильме с Николсоном. Ради тебя я буду принимать лекарства. Но здесь случай как раз иной, скорее расширенного суицида, когда мать полагала, что нужно увезти с собой и сына. И тут же оказывается виноватым и стрелочник. Но это еще только завязка сюжета. Это тоже достаточно типичная история, когда около трупа матери душевнобольной ползает ребенок. Представьте себе его дальнейшую жизнь. Далеко не обязательно несчастную. Тем не менее, это, безусловно, такой неизжитый душевный слом. Ранняя детская травма. Это отстраненное представление о смерти матери. Своей дальнейшей судьбой трагической муры скупил, безусловно, возможные грехи перед матерью. Но и показательная эмпатия к суициду. Это, представьте себе, хронический дистресс в семье, где ребенок постоянно тремится к суициду. Раньше это называлось суицидомания. Это облегчение после суицида. И такое возможно, как вы понимаете, именно вследствие разрешения ситуации. Вот перечитайте еще разок знаки и символы позднего Набокова. Вот эта бьющая на отмашь последняя фраза. Зазвонил телефон. Семейная структура под ударом, она расшатывается, идут взаимные обвинения, различные кланы в семье по-разному трактуют трагедию, ищут виновного, желательно, конечно, на стороне. Это суицид вслед смерти любимой. Вот это и есть эффект 25 кадра. Вот это история юбилейного суицида, когда женщина и любовница, и записная книжка, и помощница, она выполнила предназначение и долги мужа и ушла за ним в тот же самый день, кстати, в том же самом возрасте. И таким же средством это достаточно известная, потрясшая в свое время Москву смерть на могиле Есенина. Это сходная со смертью жены Кандинского уход жены Евгения Шварца. Исполнившая тоже предназначение свое жизненное, что отнюдь нельзя, понятное дело, что романтизировать. А вот продолжение этой истории смерти Бенеславской. Видите, сколько людей задействованы в этом суициде. Это посмертная травма жены такого красавца с Мосфильма Вербицкого. Это рефрен, который отравляет всю оставшуюся жизнь, опоздал. Однако можно выйти за рамки горя и продолжать как-то жить, а можно остаться в нем. Как, например, остались два пожилых супруга, которые даже перестали выходить из дому, питались через форточку с помощью социальной работницы и были окружены фотографиями своего безвременно, понятное дело, ушедшего сына. Это очень тяжко переживать, когда человек понемножку улучшается, а в это время суицидальный риск и высок. Это данные как раз из вполне научной книжки ВОЗ «Глобальный императив профилактика суицидов». Вот эти тоже постоянные вопросы, мучащие, идущие по кругу. Почему, почему, почему? Должен сказать, что классик суицидологии Шнайдман, а в свое время и доктор Фройд, который говорил, что опыту поручим выяснение причин суицида, не могут дать однозначного ответа, и современные метаанализы указывают, что 90% суицидов не относятся к группе риска. И наоборот, из группы риска лишь мизерная доля совершает суицид. Вот эту тайну уносит человек с собой, что не означает, что мы не должны выявлять эти целевые группы для работы с ними по разным уровням профилактики. Вот такой может быть облегченный подход. Террана, смерть. Это, как понимаете, сторонние люди. Например, собачник, который первый обнаруживает труп под окном ранним утром. Это описание последних моментов в жизни Маяковского. Августа, которая его совершенно не любила и прожила лишние 50 лет. Не лишнее, конечно, для нее. Отстраненное впечатление. «Набежал народ» – это тоже рефрен. Причем, как видите, суицида, суицидальные попытки, они обнаженно-физиологичны. В тазу был мозг Маяковского. Кого-то жалеют, а кого-то и нет. Одно можно сказать, как иллюстрацию окон Авертона, что суицид сейчас далеко не стигматизированная тема, а даже более облегченная. Что мы видим, например, по черному юмору в сети. Это мы еще тоже увидим. Ну, вот это как раз расширенное самоубийство одно за другим, кластерное, да, вот так вернее, кластерное самоубийство в дисфункциональной, замкнутой среде семьи. В качестве бонуса, если останется время, я вам расскажу про чукотскую незабудку, что имеет прямое отношение вот к этой истории. Здесь, пожалуйста, можно говорить об утопленнице, а можно говорить о спасении рот в рот. Это тоже многие свидетели, которые реагируют по-разному на гибнущего человека. Это определенное сожаление по поводу гибели человека, который старался и работал вместо них всех. Это история Казакова, как он невольно или вольно передал средства суицида, патроны человека, который находился в суицидальном кризисе. Это действительно реальная история. Это был его дачный сосед. Это недавняя чернуха. Как суицид незнакомой девушки, дефинистрация, выпадение с высоты привело к распаду дружной студенческой семейки. Ну, вот вам пример черного юмора. А вот она, реальность. В качестве второго бонуса, если захотите, я вам расскажу тоже одну из историй эксфенестрации, которая произошла в психоневрологическом интернате. А вот и гибель спасателя. Это примеры, как классики по существу приводили патоанатомический отчет. Однако, например, живописание страданий и хрипения Вертера все равно сделало его иконой для романтических суицидентов. Пульс еще бился, тело парализовано. Это бремя суицида со стороны психолога, профессионала. К сожалению, по нашим данным, опыт суицидов в практике профессионалов совершенно ничему не учит. Отдельная история. Это каково окружающим многонаселенных в психиатрических палатах пережить суицид их товарища по несчастью. Отдельная история. Каково, например, сообщить или не сообщать пациентам, если погиб от суицида или просто умер их врач. История незавершенного больничного суицида. Но надо сказать, что еще в студенческие годы полагается учить, что все наши усилия могут лишь снизить риск суицида, но не свести его к нулю. И, конечно, вслед за суицидом пациента нужно работать уже с врачом, далеко не заниматься лишь его обвинением. Мертвые должны учить живых. Целая история, как должна, структурирована, должна быть оформлена конференция по разбору такого, скажем так, статистически сухого случая, трагедии. А вот тоже изысканное последствие опыта суицида, свидетеля суицида. Субтитры создавал DimaTorzok Одно из вариантов типичных дезадаптивного поведения – перенесение вины. И статья этому позволяет в Уголовном кодексе. Весьма типичная история с группами смерти, которая, суть, городская легенда, но позволяет безутешным родителям полагать, что не они были преступно слепы, например, занимаясь, как теперь модно, консюмеризмом, чтобы обеспечить ребенка новомодным гаджетом, а какой-то крысолов увел их детей. Вот эта конспирологическая как раз теория очень помогает, создавая еще такую атмосферу социальной паники. Ну и, как я вам обещал, хорошие новости. Мы говорим о поственции, которая у нас практически не развита. Она пока в руках отдельных энтузиастов, частных психотерапевтов, в частности в Санкт-Петербурге я знаю такую красавицу и умницу Обрасову, которая занимается, организует и групповую, и индивидуальную поддерживающую терапию. Оказывается, и Мартин Лютер был далеко не такой уж жестковыйный, и Фройд был теплый. То есть, мы говорим прежде всего о неформальной поддержке, но тоже надо уметь, и об этом это такой приквел. Сегодня будет выступать наш давний коллега Алла Вердова, которой я передаю сердечный привет. Она нам расскажет, что такое неформальная поддержка и кто такие волонтеры в деле профилактики. За рубежом, в отличие от наших суицидологических служб, это хребет антикризисной помощи. Такие возможные реакции школьника и с ними занимаются наш сотрудник банников. Так как в любой замкнутой системе, особенно интернате, возможно, как раз кластерные суициды. Утешать, оказывается, тоже надо уметь, и надо знать, что можно говорить, а что нет. Это пример адаптивного совладания, видите, антисуицидальный сайт выжившего. За этим будущее. По телефону доверия, например, подростковому, который охватывает всю Россию, звонков не более 5% касающихся кризисного состояния. То есть, это явно устаревший уже подход. А вот за гаджетами, которые позволяют онлайн-консультации, диагностику и так далее, вот это будущее. И, конечно, за антисуицидальными сайтами. Вот я вам презентую как раз книжку Леану Алавердову. Мы очень горды, что наше общество самопомощи душевнобольных издало ее. Это далеко была не последняя ее книжка. Это женщина, у которой смерть брата побудила прилив, я бы сказал, такой креативности. Ну и вот я вам обещал нечто душеподъемное. Вот он, психолог постоянно на связи мира, который неоднократно что-то с собой делал и так далее, повреждалось, его обожает. Каждому психотерапевту должен быть свой, как понимаете, пациент. Ну и еще пару слов. Безусловно, масштаб времени суицидального поведения требует развития совершенствования, улучшения качества. Суицидологический служб прежде всего хромает как раз третичная профилактика, хотя мы тоже вместе со всем миром празднуем особенный день выживших. Вот напоследок вам такая задачка ситуационная кейс. Как исходя из вашего опыта, что следует делать? Правильно. Такие наши задания на завтра. Причем экзистенциальные такие вроде бы термины вера, надежда, они работают в определенных программах стимуляции. Это мощные антисуицидальные факторы, да? А если нет надежды, то, конечно, любовь. Это стоит прочитать вместе, а еще лучше вслух. То есть мы говорим с вами о принципиально предотвратимой причине смерти. Напрасная смерть. ну и многие за нас уже сказали, и гении тоже сказали более, чем мы можем выразить. Ну а вот эта никогда не спящая московская бабочка, в детстве моем она называлась шоколадница, стимулирует наш с вами осторожный, научно взвешенный и доказательный терапевтический оптимизм, который мы просто обязаны передать нашим подопечным, не забывая себя любимым. Спасибо. Спасибо большое, дорогой Евгений Борисович, за такой яркий и метафоричный доклад. Спасибо. И спасибо большое за многолетнее сотрудничество нашего взаимодействия. Будем дружить. Спасибо. Позвольте передать слово для доклада «Руминативное мышление как фактор суицидального поведения» Али Борисовне Холмогоровой и соавтору этого доклада Михаилу Андреевичу Истомину. Алла Борисовна очень известный и когнитивно-поведенческий терапевт, профессор, доктор психологических наук, декан факультета консультативной и клинической психологии Московского государственного психолога педагогического университета и ведущий научный сотрудник научно-исследовательского института скорой помощи имени Склифосовского. Алла Борисовна вместе с Натальей Георгиевной Горанян еще в середине 90-х приезжала к Арону Беку и стала сооснователем Академии когнитивной терапии. И многие, кто помнит журнал, в котором Алла Борисовна и Наталья Георгиевна делились статьями, воодушевленные вот этим сотрудничеством, обучением и взаимодействием с Аароном Беком, конечно, эти статьи и все творчество Аллы Борисовны дало большой импульс для развития когнитивно-поглинической терапии в России, за что ей большое спасибо. И вот в эти печальные дни, конечно, важно и помнить об этом наследии и поддерживать его, как делает это многие годы Алла Борисовна, и развивать. Поэтому с большим удовольствием передаю слово Аре Борисовне Холмогоровой. Дорогие коллеги, дорогие друзья, здравствуйте. Мне очень жаль, что не могу быть сегодня вместе с вами. Вот вынуждена, так сказать, выступать со своим докладом из дома. Да, у нас мы переживаем сейчас такое вот событие, можно сказать, вместе со смертью профессора Бека ушла целая эпоха, да, и мы являемся наследником этой эпохи, эпоха вот развития очень мощного направления превенции и сопровождение, превенции суицидов и лечения и сопровождения пациентов страдающих депрессией, которые продолжают оставаться одной из самых таких важных причин и рисков суицидального поведения. И я хочу напомнить, что именно профессор Бек разработал шкалу безнадежности, которая по-прежнему считается, вот фактор безнадежности, по-прежнему считается главным риском, фактором риска суицидального поведения, переживания безнадежности, утраты смысла, утраты какой-то перспективы в жизни. Но вот сегодня мне хочется вот вместе с моим докладчиком Михаилом Андреевичем Истоминым сосредоточиться на такой может быть более частной теме и тем не менее довольно важной теме это психологические факторы суицидального поведения и именно среди психологических факторов нам хотелось бы сконцентрировать ваше внимание на проблеме когнитивного такого когнитивного фактора как руминативное мышление. Я должна сказать, что я с огромным интересом прослушала два предшествующих доклада. Наталья Николаевна дала нам целую панораму современной статистики и картины вообще бремени суицидального поведения. А Евгений Борисович со свойственным ему такой талантом феноменолога в общем представил вот эту картину бремени психологического в том числе бремени для выживших вот это вот горе близких потерявших своего близкого человека. Итак, руминативное мышление как фактор суицидального поведения это вот тема сегодняшнего доклада. Ну и я, конечно же, хочу начать еще раз вернуться к событию, которое мы все сейчас переживаем это уход из жизни профессора Арона Бека и хочу дорогие друзья сказать, что вот буквально на следующий день после ухода из жизни Арона Бека увидел свет наш специальный выпуск журнала консультативной психологии психотерапии посвященный столетию. Так вот получилось, да, что мы готовили этот выпуск к столетию нашего замечательного современника великого психотерапевта Арона Бека, но вот мы вынуждены были, так сказать, уже совместить и поздравления к столетнему юбилею и сожаления и соболезнования в связи с уходом из жизни профессора Бека. Вот хочу обратить ваше внимание на то, что в этом номере в своем довольно таком обширном предисловии главного редактора я остановилась на пяти предсказаниях Арона Бека о будущем психотерапии и соотнесла эти предсказания с опытом наших российских специалистов. И надо сказать, что одно из предсказаний о будущем психотерапии Арона Бека касается того, что все больше и больше акцент будет делаться на трансдиагностических факторов различных психических расстройств и на проблеме их хранификации. Действительно, наверное, проблема хранификации психических расстройств характеризует прежде всего современный этап их изучения и лечения. И все больше и больше пациентов, страдающих депрессией, находятся в зоне риска по такому хроническому течению, что, в свою очередь, также может повышать риск суицидального поведения. И вот на этом слайде вы можете видеть некоторые итог накопления знаний о роли трансдиагностических когнитивных факторов хранификации расстройств поведения. Среди этих факторов персистирующее негативное мышление. Собственно говоря, уже сам Фрейд, ой, простите, Бек, да, это Фрейд для меня, да, вот нашего времени, второй половины 20 века, начало 21-го, так вот уже, собственно говоря, сам Арон Бек говорил о том, что главная характеристика депрессивной психики это персистирующее негативное мышление, это негативное селектирование событий прошлого, событий настоящего, концентрация внимания, да, вот как образ такой есть очень хороший, да, стакан наполовину налитой воды, вот он всегда, так сказать, для человека с таким негативным мышлением, он всегда наполовину пуст, и он не видит его наполовину полным, так вот, сейчас на современном этапе все как бы развитие когнитивной терапии идет в сторону некоторой такой конкретизации видов негативного мышления, да, если Бек в свое время писал вообще о негативном селектировании, о негативном мышлении, то сейчас вот выделяются разные его виды, и вот тот вид, которым мы сегодня, о котором мы поговорим с вами сегодня, он получил название руминирования или руминативного мышления, и помимо этого важно, да, что существуют так называемые метакогнитивные схемы, подкрепляющие вот такое персистирующее негативное мышление, что делает этих пациентов резистентными в том числе и к психотерапии, если мы не открываем, не работаем вот с этими убеждениями, которые подкрепляют и придают руминированию особую позитивную роль и делают его в, так сказать, сознании пациента важным фактором совладания со своим состоянием. Ригидность процессов внимания, безусловно, да, вот сейчас также мы видим, что для разных расстройств это внимание может фиксироваться на разных моментах, да, вот здесь они перечислены, это глобальный когнитивный стиль, в общем, вы видите, что на самом деле за время существования когнитивной бихевиоральной терапии очень значительное продвижение существует в понимании когнитивных факторов хронификации психических расстройств. И что нам с вами важно? Важно различать так называемую конструктивную рефлексию, которая, послушайте, вот это очень интересное исследование последних лет, которое показывает, что именно конструктивная рефлексия, способность к осознанию своих состояний, триггеров, которые их запускают, является предиктором хорошего рабочего альянса и успешного лечения депрессии. В то время как так называемая дурная рефлексия, ну, можно, да, такое выражение, да, использует в виде беспокойства и руминирования, это скорее вот такие зацикливания, вырожденные рефлексия с такой негативной фиксацией на неадекватном способе действия или на каких-то недостатках своей личности. Ну, и в современной терапии третьей волны вот выделены уже способы остановки этих рефлексивных и личностных зацикливаний, которые, собственно, помогают развивать такую вот дифференцирующую функцию рефлексии, да, отделение мысли и реальности, своего состояния и некоторого объективного состояния вещей, все вот это вот действительно достижение уже нашего времени, как бы, которое, ну, естественно, все эти разработки стоят, они на базе, заложенной Аароном Беком. Ну, руминативное мышление называют мыслительной жвачкой, потому что само это слово там руминирован, да, оно происходит от французского жевать, и, в общем, действительно, есть вот этот момент, да, который характеризует именно руминативное мышление, напоминающее вот такое вот пережевывание в виде устойчивых циклических размышлений о мыслях, проблемах, которые существуют на данный момент, и, что важно, что они направлены не на конструктивное, активное разрешение задач, а на их как бы вновь и вновь такое вот прокручивание, и вытесняют как раз так называемую конструктивную рефлексию, которая переходит обязательно связана с переходом на этап каких-то активных действий, или принятие ситуации, если мы ее не можем разрешить. То, что вот у Маршалайна стал таким лозунгом radical acceptance, радикальное принятие там, где мы не можем изменить того, что случилось. Например, когда Евгений Борисович говорил о переживаниях близких после суицида, вот это тоже очень интересно, ведь это же опять риск депрессии и повторного суицида недаром в качестве одного из предикторов, кстати, Евгений Борисович наверняка со мной здесь согласится, является семейная история суицида, то есть вот этот предиктор, он существует, это тоже фактор риска, и поскольку очень ярко это сегодня описал в своем феноменологическом докладе Евгений Борисович, тоже начинается почему как я это упустил, почему это могло произойти, и вот это бесконечная бесконечная руминация, которая приводит к депрессивным состояниям у близких, вот как это принять и с этим жить, вот она так сказать проблема помощи близким пострадавших, близким людей, тех, кто покончил жизнь самоубийством, руминация также рассматриваются не только как фактор хранификации депрессии, а сейчас уже как трансдиагностический фактор хранификации психических расстройств вообще, а также как фактор катализатор суицидального поведения, это известная модель суицидального поведения у Конора, вот она, вы видите ее на этом слайде, я не буду подробно останавливаться, это очень такая детализированная модель, вы видите, что она включает три фазы, премотивационную, мотивационную и волевую, кстати, вот одно из объяснений того, почему мужские суициды завершенные встречаются чаще, чем женские, что энергетика может быть больше у мужчин, потому что завершение суицида требует активных действий, которые вот Конор назвал волевой фазой. Так вот, так сказать, мы видим здесь руминацию как среди факторов модераторов, но модераторов именно неадекватного совладания, вы видите, вот модераторы совладания, вот руминация, то есть это неконструктивное совладание с какими-то определенными триггерами, диатезами, которые возникли на премотивационной фазе. Да, вот Рори О'Конор это один из ведущих суицидологов нашего времени, он возглавляет отдел суицидального исследования суицидального поведения в Глазго и как вы видели вот своей модели он придает руминативным процессом очень важную роль фактора модератора суицидального поведения вот на второй фазе его модели. Ну а основной инструмент для оценки выраженности руминативного мышления был разработан американской исследовательницей из Ельского университета Сьюзан Ноллин Хоэксеме и этот инструмент приобрел очень широкое распространение он был переведен на русский язык и там есть два варианта шкалы краткие и расширенные она вот к сожалению это замечательная женщина видите такое светлое лицо она в общем ушла из жизни очень рано и тем не менее вот сейчас мы пользуемся инструментами разработками которые она нам оставила руминирование она определяет как персистирующие подчеркиваю пассивные мысли о симптомах их возможных причинах и последствиях и вот еще один крупный исследователь роли руминирования хронификации депрессии и в ее резистентном характере хронической депрессии Уэлш Эндрю Уэлш определяет руминирование как психический процесс нацеленный на понимание причин печали каких-то негативных событий того что со мной произошло и попытку справиться с этим вот как бы неким таким внутренним процессом да по вновь переработке вот этого негативного опыта два слова о метакогнитивной концепции депрессии Уэлша да в основе которая лежит руминативное мышление в том числе резистентность заключается механизм резистентности заключается в том что согласно Эндрю Уэлшу у пациентов существует одновременно два убеждения относительно процессов руминирования одно позитивное чем больше я буду думать о причинах болезни о того что со мной произошло почему так случилось тем быстрее смогу как-то справиться с этим грузом между прочим то же самое можно сказать о переживаниях родственников больных которые могут так сказать думать что я как-то должен что-то уложить как-то все это чтобы освободиться а негативное убеждение заключается в том что если я буду дальше все время об этом думать эти мысли будут дальше крутиться в моей голове я просто не выдержу я сойду с ума и руминативному мышлению как я уже сказала противовоставляется продуктивная рефлексия направленная на решение проблем и переход к конкретным действиям или принятие случившегося если изменить ничего нельзя видите вот именно недавнее такое исследование наших коллег из Швеции которые рассматривают рефлексивное функционирование именно конструктивную рефлексию как предиктор рабочего альянса и позитивного разрешения позитивного исхода лечения депрессии несколько слов о вот нашей валидизации шкалы руминативного мышления с которой результатами которые вы как раз можете познакомиться в только что вышедшем номере журнала консультативное психологии психотерапии вот посвященного как раз столетию профессора Бека ну мы адаптируя эту шкалу мы знали что уже существуют варианты ее адаптации на русский язык но остается нерешенным один из таких знаете очень острых вопросов среди специалистов которые занимаются предикторами хронификации депрессии и руминативным мышлением в том числе а можно ли существуют ли конструктивные или рефлексивные руминации да все ли все ли вот эти руминативные процессы можно считать деструктивными ну вы видите что у нас была достаточно такая большая выборка да почти 500 человек популяционная выборка 53 пациента с депрессией и суицидальными попытками 41 человек это была клиническая выборка и были проведены факторный корреляционный интеркорреляционный анализ для валидизации шкалы ну немножко подробнее о том о группе суицидальных пациентов вместе с Михаилом Андреевичем мы работаем в институте скорой помощи имени Склифосовского и как вы сами понимаете в отделении токсикологии ну и также с другими попытками суицида пациенты в большом количестве поступают регулярно вот в отдел саматопсихиатрических расстройств и в отдел вот токсикологии и так сказать наверное действительно то что вот говорил Евгений Борисович о необходимости профилактике повторных суицидов так сказать хронического суицидального поведения она вот встает в первую очередь это задача именно в такого рода отделениях и в общем у нас на самом деле Мария Суботич ведет вот это вот исследование факторов хронификации и мы очень надеемся что тоже вот эти исследования нашей группы психологической группы которая сейчас создана вне скорой помощи имени Склифосовского также вот ну какую-то лепту свою внесет в разрешении этих проблем ну вы видите что выборка пациентов суицидальном поведении была смешанная там были пациенты с депрессивным эпизодом с расстройствами личности и другие психическими расстройствами и вот хочу обратить ваше внимание как высоко как высоки корреляции общего показателя руминативного мышления со шкалой безнадежности и депрессии очень так сказать сильная корреляция высокой значимости и соответственно как вы видите с безнадежностью депрессии положительно коррелируют такие деструктивные стратегии совладания со стрессом как психическое избегание отрицание проблемы поведенческие избегания и отрицательно конструктивные действенные деятельные способы совладания со стрессом и с различными проблемами это позитивное переопределение личностный рост активный копинг планированное совладание и религиозный копинг также отрицательно коррелирует с депрессией в результате наши не буду останавливаться я надеюсь что те кому это интересно смогут прочитать статью которая опубликована вот только что буквально несколько дней как появился этот номер но вы знаете наша валидизация не подтвердила и изначальные структуры опросника классического опросника руминативного мышления и мы выделили подтвердился оказался наиболее валидным четырехфакторная структура данной шкалы мы выделили четыре типа подшкал или четыре типа руминации это руминированная на тему симптомов усталости и потери энергии вот эти депрессивные переживания по поводу собственного состояния руминированная на тему неудач которые были в жизни с поиском глобальных объяснений почему это со мной случилось что я сделал не так какие-то такие очень обобщенные глобализированные без анализа конкретных ситуаций руминирование по поводу пониженного настроения с попыткой дистанцироваться и подумать о реальных действиях вот сюда как раз вошли несколько утверждений из оригинальной шкалы которая так сказать выделила вот этот подтип рефлексивных руминаций и наконец руминирование на тему одиночества и других чувств куда вошли депрессивные переживания и также два утверждения из шкалы оригинальной подшкалы рефлексивных руминаций были получены высокие психометрические показатели в частности альфа хронбока 0 889 очень высокий показатель и вот смотрите какие интересные получились результаты вы видите здесь связь между факторами опросника вот этими четырьмя факторами опросника руминативного мышления которые я только что перечислила и копинг стратегиями вот на данном слайде только перечислены только позитивные или конструктивные копинг стратегии и вы видите что практически мы видим негативные да отрицательные корреляции как руминативный руминирование на тему усталости так руминирование на тему неудач с помощью поиска глобальных объяснений а вот руминация о пониженном настроении с попыткой дистанцирования они коррелируют с использованием юмора но теперь давайте посмотрим а каковы корреляции с деструктивными стратегиями мы видим что практически все виды руминативного мышления все подшкалы коррелируют с поведенческим избеганием кроме вот этой самой подшкалы руминативного мышления с попыткой дистанцирования что там было характерно там вот в вопросах было слово анализ да вот которая действительно несколько видимо в русском языке тоже ассоциируется с таким дистанцированием попыткой дистанцирования от негативных событий и своего негативного состояния ну как видно в общем с деструктивными копинг стратегиями очень высокие корреляции у руминативного мышления и мы можем сделать целый ряд выводов я остановлюсь только на самых важных выводов нашей работы во-первых мы показали что руминативное мышление тесно связано с переживанием безнадежности который согласно Арону Беку является фактором суицидального поведения во-вторых мы показали что руминативное мышление связано с деструктивными стратегиями совладания со стрессом и имеет обратную взаимосвязь с продуктивными стратегиями совладания что тем самым делает его фактором калькализатором суицидального поведения ну и наконец вот эта дискуссия я думаю она известна наверное только тем кто специально интересовался вот проблемой руминативного мышления тем не менее наши данные позволяют сделать вывод о том что идея о существовании конструктивных видов руминативного мышления не нашла своего подтверждения так как все подшкалы шкалы руминативного мышления имеют связи с психопатологическими симптомами но можно говорить о наименее деструктивном виде руминации это вот четвертый тип руминации который действительно коррелирует с такой стратегией как использование юмора и характеризуется некоторым дистанцированием от содержания руминации ну и в общем таким образом мы надеемся что вот эта валидизация дает так сказать нашим российским специалистам новый сейчас инструмент для оценки как риска хранификации депрессии так и суицидального риска у пациентов страдающих депрессией да и тревожными расстройствами тоже да потому как я уже сказала руминативное мышление сейчас признается трансдиагностическим фактором хранификации психических расстройств ну а мы собираемся продолжить процесс валидизации этого важного инструмента потому что там еще предстоит целый ряд таких важных психометрических действий предпринять вот здесь есть некоторая литература которую мы предлагаем ну для поскольку да вот вы можете увидеть что осуществует настоящее время терапия хронических депрессий основанная на руминации rumination based psychotherapy да это когнитивная терапия воткинса ну и на этом я хочу закончить свой доклад большое спасибо за внимание и если есть вопросы немножко времени я готова ответить на них спасибо большое Алла Борисовна спасибо большое за такой и развернутый и содержательный и глубокий доклад и за очень важную шкалу и большое спасибо за такой труд по ее валидизации коллеги есть ли вопросы какие-то к Алле Борисовне у нас есть микрофон и возможность задать вопросы по такой очень важной теме потому что действительно в научных кругах и среди профессионалов есть разные тенденции в том числе попытка нормализовать руминации вот Алла Борисовна как раз своими исследованиями подчеркивает что все-таки они тесно связаны с патологическими симптомами с дисфункцией поэтому важно в эксперименте важно в исследованиях получать такой ценный практический исследовательский материал чтобы действительно понимать мишени терапии понимать этиологию патогенез и более качественно оказывать помощь таким пациентам этапность терапии мишени терапии все это очень взаимосвязано с этими важными исследованиями поэтому огромное спасибо Алла Борисовна и за все что вы делаете для когнитивно-поведенческой терапии все эти годы тоже отдельное большое спасибо если вопросов нет тогда позвольте мне передать слово следующему докладчику Евгению Юрьевичу Абриталину доктору медицинских наук профессору заведующему кафедрой психотерапии медицинской психологии сексологии одновременно моему руководителю я работаю на этой же кафедре профессору кафедры неврологии психиатрии имени Алмазова и кафедры психиатрии военной медицинской академии имени Кирова Евгений Юрьевич вам слово здравствуйте уважаемые коллеги большое спасибо Митрий Викторович за представление за приглашение выступить на сегодняшнем мероприятии мой доклад частично будет перекликаться с выступлениями предыдущих спикеров и конечно же затрону далеко не все социальные интерпсихические проблемы суицида только часть из них но посмотрю на них может быть под другим фокусом в отличие от предыдущих докладчиков с одной стороны коллеги мы констатируем что количество суицидов по всем мире по данным ВОЗ постепенно уменьшается если в 2016 году мы говорили о том что более миллиона человек погибает в результате самоубийства в 2019 это было 800 тысяч сейчас чуть больше 700 тысяч и самоубийство спустилось с второй позиции на четвертую после ДТП туберкулеза межлического насилия но вряд ли мы можем праздновать победу и говорить о том что действительно достигли значительных успехов в отношении профилактики и лечения помощи пациентам суицидальным поведением и здесь наверное все-таки уместнее говорить что стакан-то по-прежнему наполовину пуст и нам есть над чем работать потому что абсолютные цифры все-таки остаются достаточно высокими и уже сегодня упоминали о том что когда мы говорим о возрастных периодах повышенного суицидального риска выделяется несколько из них и в частности это подростковый молодой возраст зрелый возраст пожилой и старческий возраст когда речь идет о молодых людях о подростках то конечно мы сразу же вспоминаем о том насколько сложно адаптироваться подростку в его новом статусе вот это непринятие окружающими его и неприятие им самого себя кризис идентичности недопонимание того что с ним самим происходит и неспособность найти компромиссы определенный максимализм в осуждениях восприятия окружающей действительности все это конечно делает подростка весьма уязвимым для возникновения суицидальных тенденций здесь же можно вспомнить и о эффекте подражания сегодня уже говорили о вспоминали вернее о синих китах да и вот тот индуцирующий эффект который имеет средства массовой информации в ряде случаев когда чрезмерно романтизируют ситуацию связанную с уходом из жизни кого-либо из подростков связанных с суицидом это может индуцировать подобного рода желание повторить такое такое действие у подростков его возрастной группы и несмотря на то что уже в шестнадцатом году были опубликованы рекомендации Роспотребнадзора по освещению в средствах массовой информации в случае в самоубийстве где как раз настоятельно рекомендовалось не публиковать на первой полосе не романтизировать смерть погибшего никоим образом не искать виновных и обязательно предоставлять информацию о ресурсах социальной психотерапевтической психологической психотерапевтической помощи но надо конечно признать что далеко не все средства массовой информации следуют этим правилам этим рекомендациям хотя должен отметить что в отношении вот того же синего кита после серии публикаций которые всколыкнули общественности в тот период времени работая в третьей психиатрической больнице города Санкт-Петербурга мне приходилось наблюдать с коллегами как увеличивается количество поступающих в анамнезе у которых подростков упоминался упоминался синий тит не только с суицидальными попытками а с аутоагрессивными тенденциями затем после того как публикации эти схлынули их количество уменьшилось ну так же и достаточно быстро уменьшился этот поток поступающих когда мы говорим о среднем возрасте о зрелом возрасте казалось бы уже кризис идентичности пройден да что здесь ну с одной стороны уже тоже упоминала Наталья Николаевна говоря о депрессии в средний возраст наиболее уязвимый в отношении депрессивных расстройств наиболее часто возникают депрессивные расстройства в среднем возрасте а это прямой риск суицида и другая составляющая этого риска это восприятие своих первых изменений в отношении старения в отношении первых признаков увядания которые далеко не всеми воспринимаются в полной мере адекватно кроме того нередко в этот период люди сталкиваются с закрытием тех программ которые были в свое время сформированы значимыми личностями чаще всего родителями да человек уже завершил образование уже сформировал семью вырастил или по крайней мере уже ну в общем-то перешел с детьми из тех детских проблемных периодов в состоянии когда дети во многом сами справляются и без помощи своих родителей и у среднего возраста возникает своего рода инвестициальный вакуум для чего я живу что дальше и зачем все это нужно и вот в этот период конечно очень важно подключать к терапевтическим интервенциям вопросы экссенциальной психотерапии логотерапии определение индивидуального смысла жизни его поиска ну а у лиц старшего возрастного периода старше 65 лет здесь уже более значимыми становятся действительно проблемы со здоровьем которые на фоне того что человек утрачивает определенную социальную составляющую либо полностью лишается работы либо уже значительно менее востребованным может быть в ряде случаев вопросы здоровья могут выходить на первый план и понимая их в ряде случаев неразрешимость это тоже может усиливать определенную составляющую в отношении суицидального риска ну и мы не можем также не упомянуть тот факт что для многих детей для лиц более молодого возраста родители ну в общем являются теми лицами которых почитают но им не уделяют столь должного внимания сколь они в нем нуждаются в качестве таких позитивных поглаживаний в рамках концепции Эрика Берна и эта потребность она также нередко подталкивает к мысли о том что я лишний я только доставляю проблемы неудобства своим близким и лучше бы чтобы меня не было то есть вот здесь тоже весьма значимым является работа с такими пациентами в отношении определения своего собственного уникального смысла вне зависимости от того как к этому относятся окружающие и прежде всего близкие люди ну и говоря о риске суицида в социальном ключе мы не можем не упомянуть вопросы семьи для кого-то это мощный ресурс наличия семьи и сдерживающий ресурс с одной стороны если возникает суицидальные тенденции и с другой стороны это может быть определенный эссенциальный смысл да вот семья для меня важна и в общем-то мысли не возникает о том чтобы как-то решить свои проблемы по-другому кроме конструктивно но если семьи нет тогда этот ресурс фактически отсутствует нам приходится искать иные ресурсы иные составляющие в личной жизни индивида которые могут быть для него столь же значимы мы представляемся и вот Алла Борисовна очень подробно говорила в более широком ключе о диатезе и о триггерах суицидального поведения и говоря о диатезе нередко мы упоминаем о детерминатах первого и второго ранга ну а стрессорами являются собственно действительно индивидуально значимые этически важные для индивидуума жизненные события детерминатам первого ранга это вот биологические много говорят о генетике о поисках неравиационных маркеров суицидального мозга определенные личностно-психологические особенности студентов клинические составляющие совершают ли суицид лица не имеющие психических расстройств и можно ли назвать человека полностью здоровым момент совершения суицида дискуссия это полной мере не закрыта но если говорить собственно о большей степени социальных составляющих диатеза то это с определенной долей условности макросоциальные составляющие макросоциальные и микросоциальные терминанты несмотря на то что уходит в прошлое вот такие традиционные некоторые моменты связанные с уходом из жизни добровольным да мы помним о харахири в Японии табычи самоубийства вдов путем самосожжения в Индии и Китае у северных народов были в свое время ну такие тенденции ухода пожилых уже идущих закату возрастных людей из общины для повышения шансов выживания общины в целом но это казалось бы история однако и в наше время нередко приходится слышать от пациентов в общем-то весьма снисходительное отношение к подобного срода способу решения проблем в том числе и ссылаясь на опыт предыдущих поколений так будучи военной среди мне неоднократно приходилось не могу сказать что много но слышал от офицеров мнение о том что да с помощью оружия можно действительно решить неразрешимый кризис это в общем-то вполне приемлемый способ разрешения опять же ориентируясь на опыт царской армии где зачастую это был единственным способом решения проблем для офицеров хотя церковь православная и особенно царской армии большинство были верующих всегда было против этого но даже такие моменты не являются препятствием для того чтобы иногда люди обращались условно говоря к опыту предыдущих поколений но вот в таком контексте если мы говорим о макросоциальных проблемах макросоциальных детерминантах то нельзя не сказать и о нашем сеперечном состоянии да в периоды социальных кризисов периоды резких изменений стереотипов что вот происходило в частности в 90-е годы всегда повышается суицидальный риск но и сейчас ведь в период коронавирусной пандемии многие сталкиваются с уменьшением возможности получения тех финансовых аспектов которые были для них привычны к уровню которые были до начала пандемии просто с лишением работы и неспособностью в ряде случаев найти новую ну и это все обуславливает формирование уязвимости отдельных индивидуумов для дальнейшего запуска суицидального поведения микросоциальные детерминанты это уже индивидуально значимые для конкретного человека те события которые происходят в его жизни в его профессиональной семейно-бытовой сферах и когда мы с такими пациентами взаимодействуем то конечно же мы касаемся вопросов эксенциальных а что за пределами текущей ситуации насколько можно справиться не только ориентируясь на то что происходит сейчас а на более значные вещи на те ресурсы которые нам удается обнаружить у конкретных индивидов если мы говорим о триггерах то это в большинстве своем тоже значительные социальные события индивидуально значимые для субъекта и здесь речь идет о стрессах личной жизни речь идет о профессиональных опять же проблемах они могут хронически обуславливать с одной стороны диатез а с другой стороны являться пусковым фактором либо запускающим уже подготовленную почву как спичка к пороху прислоненная моментально вызывает взрыв либо являться уже последней каплей переполняющей эту чашу которая до этого переполнена предыдущими событиями ну и отсутствие социальной поддержки это тоже один из значимых триггеров поскольку может быть эта социальная поддержка не столь оказана окружающими сколько не восприниматься собственно индивидуум и он не привык к восприятию помощи ориентируется исключительно на свою убежденность в необходимости справляться со всеми проблемами и сложностями самостоятельно не имея возможности не имея вовне не имея принимать помощь он также фактически оказывается ситуация социальной изоляции даже при наличии близких готовых ему помочь и говоря о некоторых интрапсихических инициальных конфликтах можно вспомнить конфликт между осознанием неизбежности смерти и желанием продолжать жить конфликт который базируется между боязнью несуществования и желанием быть этот конфликт не столько значим в период активного суицидального поведения настроенности пациентов сколько мы можем касаться этих вопросов очень осторожно на этапе профилактики мы затрагиваем вопросы жизни и смерти при работе с нашими пациентами и если в норме для большинства людей справляться с тревогой связанной со смертью приходится с помощью двух основных стратегий вера в некую свою особенность это может произойти с кем угодно но не со мной или же вера в удачное стечение обстоятельств спасителя который придет и в последний момент окажет помощь то когда мы работаем с пациентами которые уже утрачивают эти механизмы или же когда они затрагивают тему смерти может быть не связанную непосредственно с их жизнью а это может быть связано с уходом из жизни близких в том числе и в результате суицида то очень аккуратно деликатно конечно же понимая когда мы можем затрагивать эту тему мы поощряем пациентов к тому чтобы не интепсулировать эту проблему а напротив обсуждать ее и вот это поощрение позволяет пациенту быть более раскрытым на встречу психотерапевта ну нельзя не отметить что психотерапевт сам должен быть весьма устойчив к собственной тревоге связанной с темой смерти кроме того идентификация неадекватных механизмов защиты тоже позволяет пациенту в ряде случаев постепенно отказываться от них или по крайней мере понимать в каком случае он к ним прибегает то есть не столько мы помогаем пациенту избежать темы обсуждения сколько познаем что гораздо правильнее откровеннее понимать как стоит жить мы все понимаем что живем не вечно и отрицать смерть бессмысленно но что в течение жизни нашей происходит и как мы можем ориентироваться на те ресурсы которые есть в нашей жизни позволяя базируясь на них справляться с теми кризисами которые могут перед нами возникать позволяет собственно пациентам в дальнейшем обрести эти ресурсы и укрепить ну и вряд ли мы будем без особых условий целенаправленно погружать пациентов в тему смерти в свое время Ирвин Тиалланд наблюдал что работая с группами которые стоят из онкологических больных страх смерти уменьшается по мере соприкосновения с ним такая систематическая десенсивилизация она может быть и в том что мы как раз не избегаем обсуждения смерти а напротив поощряем пациента к раскрытию этой проблемы если она является для него актуальной но опять же я подчеркиваю что все эти стратегии они применимы только тогда когда мы работаем с пациентами не с активными субсидальными намерениями ну и понимаем конечно же условия в которых мы наказываем помощь амбулаторная либо стационарная имеет значение экзистенциальный конфликт между потребностью людей в смысле и безразличным миром в котором нет никакого смысла опять же для большинства людей избегания механизма психологической защиты от бессмысленности они в основном сводятся вот к нескольким стратегиям в частности здесь представлены из них это либо компульсивная деятельность активная деятельность связана с гидонистической направленностью с накоплением денег стремлением к признанию окружающими либо это максимальное заполнение своего времени конструктивными или не в полной мере конструктивными способами поведения в частности семейные ссоры конфликты и так далее ну или или же это активное непризнание вообще какого-либо смысла в жизни и отрицание его принципы негалистическое отношение что как ни странно тоже позволяет человеку избежать погружения в размышления по поводу вообще смысла его существования и работая с пациентами наша задача как раз таки повысить осознание их в том что не стоит искать какой-то общий смысл который присущ для всех индивидуально значимые смыслы которые могут быть на какие-то определенные промежутки времени ориентированные или более глобально гораздо большее значение имеют чем ориентировка на других на окружающих на признание этого смысла который находит для себя конкретный пациент кем-либо другим значимым другим для него то есть тот индивидуальный смысл который есть у человека он может быть действительно гораздо большим ресурсом чем отношение окружающих к этой цели кроме того определение видов защиты которые используют пациент в ряде случаев позволяет ему пересмотреть свои цели и задачи и то к чему стремился до этого индивид может быть для него уже признан не столь значимым актуальным но конечно же мы понимаем что такую работу тоже нужно проводить в тех ситуациях когда есть возможность сформировать иное отношение к жизни иной смысл найти другой ресурс взамен тому что может быть дезактуализировано в сознании пациента если до этого он стремился к накоплению денег то конечно же мы должны что-то предложить альтернативное найти с ним вернее мы не предлагаем мы находим с ним совместно в его жизни в его окружающей действительности в его социальной жизни которая гораздо более богата чем он может увидеть сквозь призму той стратегии которая выбрана им для преодоления тревоги бессмысленности ну и в завершение заклада я еще раз хочу остановиться на вопросе насколько мы действительно можем ставить знак равенства между совершением суицидальной попытки и наличием психической патологии у того кто ее совершает конечно же это не тождественные вещи и социально-психологическая адаптация которая может приводить к суициду она не означает наличие психического расстройства в обязательном порядке у данного индивида и патологический уровень социально-психологической адаптации может включать себя в том числе и психические нарушения но не патологический уровень это тот уровень который может дойти до возникновения суицидальных тенденций но может и не привести к нему мы говорим о том что когда человек совершает суицидальную попытку когда он находится на высоте суицидального риска то назвать такое состояние в полной мере соответствующим критериям психического здоровья конечно не представляется возможным но и утверждать что у такого человека есть психическое расстройство мы также не вправе поскольку для этого есть определенные критерии дистанция от абсолютного такого здоровья к которому мы условно говоря стремимся до психического нарушения очень огромная и множество переходных форм которые в том числе могут актуализироваться и в момент суицидального риска наиболее высокого суицидального риска благодарю коллеги за внимание пользуясь случаем приглашаю на обучение к нам на кафедру спасибо большое евгений евгений коллеги есть ли вопросы евгений юрьевич хорошо если нет вопросов тогда позвольте еще раз поблагодарить евгений юрьевича за очень содержательный доклад и перейти к выступлению позвольте не перейти к моему собственному выступлению которое изначально было посвящено специфике когнитивно-поведенческой терапии суицидального поведения в первую очередь специфике диагностики то о чем только что говорили и предшествующие докладчики евгений юрьевич подчеркивая что это не только психическая патология при которой безусловно тоже высокий уровень рисков суицидальных как при шизофрении и других тяжелых ментальных заболеваниях но и другие факторы и социальные и психологические на которые безусловно необходимо обращать внимание всем специалистам и психиатрам и психотропевтам и клиническим психологам но в первую очередь сегодняшний день связан тесно с событиями этой недели в понедельник 1 ноября ушел из жизни Арон Бек Тимбек как его называли друзья и вчера состоялись его похороны Роберт Лихи как раз написал в своем блоге в своем посте в фейсбуке об этом событии в котором участвовал онлайн и мы я мои коллеги все кто занимается когнитивно-пизической терапией конечно находимся в эти дни под таким впечатлением от этого события конечно все мы прекрасно понимали о возрасте о том что недавно 18 июля Тимбек отметил столетний юбилей и конечно каждый день был таким добавлением к этому замечательному для нас ежедневному празднику что мы очевидцы свидетели и современники этого гения этого очень творческого очень открытого очень яркого человека специалиста ученого учителя конечно мы все до последнего верили что Бек будет с нами всю жизнь но естественно надо быть реалистами и этот день которого мы конечно ждали с тревогой и хотели как можно позднее с ним соприкоснуться он наступил поэтому несмотря на такой заголовок большую часть своего доклада я конечно хотел бы посвятить памяти и дань уважения этому очень значимому и для меня и для моих коллег человеку я еще будучи студентом занимался позитивной психотерапией и учился у нас Рада Пижкина еще одного своего очень важного учителя и он рассказывал о том как в его семье и как в его терапии принято проживать вот такие тяжелые дни горечь утраты и даже острое горе в первую очередь вот в таких тяжелых состояниях человек нуждается в поддержке безусловно конечно психотерапия это различные процессы но в первую очередь это такое человеческое общение участие и потребность в этом участии наиболее высока в таких тяжелых состояниях как суицидальное поведение проживание острого горя депрессия и такие травмы с которыми мы сталкиваемся в нашей жизни поэтому жизнь Аарона Бека это такой яркий пример насыщенный наполненный творческой очень талантливой и реализованный во всех смыслах слова жизни то о чем только что говорил и Евгений Юрьевич и Евгений Борисович и Алла Борисовна Клмогорова и Наталья Николаевна это значение вот этих факторов поддержки наоборот не только рисков но и стабильности нас наших близких наших клиентов и пациентов в надежде в видении будущего как противоядию этой безнадежности и вот Бека символизирует своей жизнью не только научные достижения не только такой мощнейший креатив не только кропотливые очень фундаментальные исследования доказательность всех тех положений которые он выдвигал теоретически на практических исследованиях на исследованиях с пациентами но и тех концептов которые он описал в теории которые он воплощал в своей жизни поскольку он обратил внимание еще в 60-х на такие критерии ассоциированные с суицидальным поведением как беспомощность безнадежность и бессмысленность и поэтому для него большим фактором или большим значимым таким моментом в жизни был вот такой луч направляющий и его взор такого очень прозорливого человека и его клиента видит ли человек будущее видит ли он себя в будущем какое будущее он видит и вот эта линия направленная в будущее я концепция которая находится не только в прошлом настоящем но и в перспективе для Бека была очень важна и он своим жизненным примером тоже показывал как важно верить в это будущее как важно строить эти планы как важно вот эту нить самоосуществления протягивать в это будущее и поэтому он пример не только фундаментального ученого не только талантливого специалиста и писателя но и человека с открытым сердцем поддерживавшего всех коллег до последнего вздоха развивавшего и науку и практику но и такое удивительное межличностное взаимодействие и общение Алла Борисовна помнит вот эту открытость когда приехала к нему в 90-е годы мне посчастливилось также и очно и в переписке общаться с Беком до последних дней и это потрясающий человек это настоящий такой феномен во всех смыслах этого слова и с блестящей памятью он все время спрашивал будет ли выступать на конференции Алла Борисовна будет ли вот та замечательная профессор из Москвы и это было удивительно потому что речь могла зайти там спустя месяцы и годы о каком-то мероприятии и он все это не просто помнил он это горячо поддерживал и вот эта его поддержка конечно стоила очень дорогого потому что она показывала как эта теория может быть практикой и реальной жизнью реального человека для нас это очень вдохновляющий пример поэтому те труды о которых уже сегодня говорила Алла Борисовна его книга по депрессии 1967 года по когнитивной терапии депрессии 1976 года с переизданием уже в последующие годы его огромное количество статей больше шести сотен его грандиозное количество учеников колоссальное наследие которое он оставил это еще и жизнь очень тонкого открытого и интеллигентного человека который очень поддерживающе относился ко всем с кем общался с кем взаимодействовал до последнего до пандемии БЭК каждую неделю приходил в свой институт общался со всеми кто учился там и для нас это было удивительным открытием когда мы только приехали учиться в этот институт что БЭК общается вот так же как и пишет в своих книгах партнерски на равных открыто с уважением и в духе такого диалога Сократа отвечая очень подробно вдумчиво и уважая мнение других людей помогая им раскрыться буквально как в диалоге Сократа направляя как в направляемом открытии внимания человека и помогая ему увидеть те горизонты смыслов ценностей целей которые прозорливо видел сам поэтому конечно такой терапевтической практикой является то что предлагал Пизишкиан это вспоминание тех светлых моментов которые связаны с тем кто ушел но нам осталось великое наследие которое конечно сейчас будет развивать и Зудбека и многочисленные ученики те талантливые специалисты которые БЭК в том числе своим душевным теплом буквально развивал поддерживая направляем помогая почувствовать себя действительно стоящими на плечах хочется подчеркнуть что конечно вклад БЭК в тему которая посвящена нашей конференции он очень высокий Алла Борисовна говорила о шкале суицидальных идей шкале безнадежности ключевых факторов которые помогают нам в диагностике таких клиентов проводил множество исследований где подчеркнул вот эту роль безнадежности и связь ее суицидальностью поэтому три триады которые мы знаем в первую очередь триада крепелена сегодня и для психиатров и тем более для психотерапевтов она безусловно связана с пониманием вот этой психогенной триады депрессии или негативной триады депрессии как ее называли психиатры еще 60-х годов и в концептуализации которая представлена была уже вместе с Беком его дочерью Тудит Бек мы видим эти критерии глубинных убеждений которые тесно ассоциированы и со спецификой мышления таких пациентов и с их спецификой поведения в пандемии уже и Бек представил новую книгу посвященную рекавери ориентотерапии и вышло в прошлом году 20 ноября буквально год назад третье издание книги Джудит Бек которая представила спасибо большое которая представила очень важную роль поддержки стрейндж-бейст можно сказать сильных сторон человека которые ассоциированы с его функциональным опытом представлено как раз возможностью в опыте клиента находить ресурсы находить тот опыт который ассоциирован с этими сильными сторонами поэтому не только трудности травмы или дефициты мы находим с помощью концептуализации но и те возможности которые есть у каждого из нас поэтому модель депрессии которую представил Бек еще в 60-х Джудит Бек дополнила вот такими важными идеями ассоциированными с функциональностью которая есть еще в анамнезе и мы дополняем ее уже в процессе терапии Бек описывал взаимосвязь как буквально спирали депрессии что развили уже его ученики и британской школы когнитивно-поведенческой терапии и мировой где мы видим как когнитивная триада как систему убеждений человека направляющие его суждения ожидания образы за счет таких схем шаблонов и восприятия иногда туннельного и мышления и тех паттернов этого мышления которые формируют большинство симптомов депрессии конечно мы сторонники биопсихосоциальной модели в которую включены и биологические факторы и социальные ну вот психология в подавляющем большинстве случаев является таким мощнейшим фактором развития суицидального поведения мы видим что симптомы депрессии которые тесно ассоциированы и большинство экспериментов и исследований это подчеркивает с депрессивными симптомами с депрессией как заболеванием как расстройством чаще всего компенсируется нашими пациентами и роль руминация о которых сегодня говорила Алла Борисовна она очень высокая руминация как раз пример попытка найти смысл о чем говорил Евгений Юрьевич ну и многие гистенциальные терапевты которых он приводил в пример говорят о том что смысл это такой фундамент нашей психологии нашей я-концепции нашего мировоззрения и руминация это такой защитный механизм но в КПТ мы рассматриваем его как компенсаторную стратегию который который по сути формирует все новые симптомы переживаний все новые депрессивные симптомы потому что вопрос за что вопрос почему я вопрос из-за чего какой в этом смысл и формирует набор этих руминаций поэтому это и такой предиктор к сожалению суицидальности это и мощнейший фактор развития депрессивного синдрома и ассоциированного с ним и тревожного синдрома и других синдромов и предиктор тяжести депрессии поэтому работа с руминациями о чем сегодня говорила Алла Борисовна и диагностическая и терапевтическая очень важная мишень для терапии очень важная специфика работы на первых же этапах с такими пациентами с суицидальными тенденциями зависимость от оценок окружающих от мнения от фактора поддержки иногда лишенные такой поддержки они решаются на последний шаг то есть суицид уход из этой жизни полной тягости и лишений и избегание начиная с малых форм приводит вот к таким в том числе и радикальным критическим формам здесь большую роль в зависимости играет и поиск одобрения и попытка быть хорошим для тех кто может дать тебе такую поддержку и к сожалению перфекционизм является тоже одним из таких вариантов усугубляющих такую клиническую картину симптоматику и формирующим еще прокрастинацию как тоже одну из форм избеганий поэтому комплексная диагностика так же как и комплексная терапия нужна таким пациентам для того чтобы мы видели и мишени терапии и этапность терапии и возможности которые дают для нас вот такое более глубокое понимание клинической картины депрессии с этой сложной биопсихосоциальной моделью поскольку несмотря на все эти попытки справиться с симптомами депрессии справиться с этим ощущением надвигающейся бездны безнадежности бессмысленности и такой безысходности симптомы лишь нарастают и у человека опускаются руки он понимает что он бьется как рыба об лед и ничего не получает при этом ни облегчения ни надежды ни помощи поэтому негативная переработка полученного опыта некие дальнейшие симптомы развивающиеся прогрессивно дает еще и такую дополнительную негативную интерпретацию усиливающую вот эту негативную когнитивную триаду депрессии в связи с этим усилением формируется дальнейшее развитие вот этого поддерживающего цикла депрессии и суицидального поведения где безнадежность безысходность катастрофизация и беспомощность становятся ключевыми представлениями убеждениями концепциями которые усугубляют эту клиническую картину поэтому разорвать этот замкнутый круг эту спираль сжимающую вот эти риски суицида уплотняющими и суицидальные планы и суицидальные попытки и приводящие как-то суициды должны быть рассмотрены специалистами как такой набор фокуса внимания мишеней и этапов терапии чтобы было понятно на каком этапе сейчас находится пациент переходящий из пассивных суицидальных мыслей к активным замыслам и даже уже предпринимающей попытки то о чем писала профессором Грумова Георгиевна которая как раз на огромном практическом материале объясняла разницу между поводами и причинами суицидального поведения что причина конечно в первую очередь вот в таком социально-психологическом контексте поэтому факторы суицида которые мы видим как такой веер различных причин могут вызвать у специалиста большое напряжение и непонимание на какой же из них обратить ключевое внимание и вот здесь Помпили еще в 2007 году подчеркнул выделенные красным такие ключевые факторы это безнадежность это депрессия которая ассоциирована с этими идеями беспомощности безнадежности и в том числе обесценивания смысла уже предпринятые попытки зависимость в том числе и от психоактивных веществ и отсутствие вот этой социальной поддержки поэтому Айна Георгиевна Амбрумова как раз поясняла что следует отличать условия и повод поводов достаточно много и они найдутся при желании поэтому нам нужно рассматривать условия в том числе как факторы которые способствуют суицидальному поведению и конечно предикции и превенции суицида будет устранение этих факторов но важно рассматривать все-таки причины следственной связи для того чтобы такие ключевые клинические мишени были для нас понятны и создавали бы этапы где начиная от поддержки редуцирования вот таких ключевых факторов в том числе сильную тревогу страх перед будущим видение какой-то боли впереди душевные боли которые никогда не закончатся с точки зрения наших суицидальных пациентов бессонницы которые усугубляют их состояние и делает их все более сенсибилизированными в том числе к совершению уже акта суицида поэтому те факторы риска которые могут быть изменены это первые наши терапевтические задачи такие краткосрочные цели терапии тот аффективный фон и те поведенческие действия и факторы которые в социальном окружении должны включаться в план терапии но с точки зрения биологической уже сегодня Наталья Николаевна очень обширный доклад такой развернутый описательный и феноменологический с точки зрения исследований и в том числе такой терапевтический с точки зрения биологической составляющей в виде таких медикаментозных средств антидепрессивной терапии у которой есть и свои конечно возможные побочные эффекты но их нужно учитывать и использовать такие адекватные дозы адекватные назначения но и конечно факторы психотерапевтические социальная поддержка группы групповая терапия или индивидуальная терапия определенный режим атмосфера в отделении в случае госпитализации или в случае амбулаторной помощи взаимодействия с таким кругом лиц который будет создавать социальную сеть поддержки ну и конечно такие психологические факторы как ценностная смысловая ориентация что мы можем сразу при первой встрече извлечь из того материала который дает нам клиент какую жизнь он хотел бы прожить и чего не видит какой смысл потерян но на что можно опереться как можно перекинуть мостик хотя бы в завтрашний день в последующем и в более долгосрочное будущее то есть как писала и говорила многократно марш ленихан основатель диалектика поведенческой терапии жизнь достойная чтобы ее прожить достойная тех проблем стоящей той боли которую иногда приходится испытывать и вот возвращаясь к арону беку его различные жизненные сложности и заболевания не мешали ему видеть ценности этой жизни не мешали ему быть оптимистично настроенными несмотря на то что он такой осведомленный оптимист несмотря на то что он реалист и понимал что его планы которыми он делился будут конечно осуществляться уже его учениками и учениками его учеников и вот эта ценностная ориентация о которой говорил часто например и наш профессор из-за Тута Бехтерева Андрей Владимирович Гнездилов который работал в хосписе со дня открытия в 1988 году в Ольгине под Санкт-Петербургом когда пациенты уже терминальные показывали с одной стороны такие феномены жизнестойкости с другой стороны наоборот суицидальные тенденции он написал такую статью вместе с коллегами по хоспису которая была заглавлена удивительным образом даже если нам завтра умирать мы сажаем картошку то есть видеть смысл в тех действиях которые ты осуществляешь видеть ценность в этом опираться на эту ценность и это такой очень важный элемент ценностная ориентация ценности смысла цели задачи которые мы формируем начиная с первого контакта с нашим клиентом что является значимым и важным элементом профилактики и первичный и вторичный совершение суицида и суицидального поведения поэтому эти моменты Бек и его ученики и Фримен показывали не только в своих статьях и книгах не только на семинарах и лекциях не только в теории но и на практике в своей жизни сталкиваясь с многочисленными проблемами и показывая как они их могут решать и какую роль в этом играли смыслы ценности цели близкое окружение приверженность этим смыслом понимая что это выбор и на этом выборе можно не просто сосредоточиться но и быть ему приверженным исследовать ему в виде в этом смысл поэтому виды диагностики которые мы используем при депрессии конечно вряд ли осуществимы сразу в полном объеме при первой встрече с нашими суицидальными пациентами поэтому конечно клиника психологический метод интервью которое мы берем у наших пациентов шкалы которые мы используем это такое подспорье которое может быстро сориентировать нас в неком поле текущего напряжения у нашего клиента и клинической выраженности его симптоматики и его идей в том числе суицидальных мыслей и уровня безнадежности который очень тесно коррелирует как сегодня несколько раз подчеркнула Алла Борисовна с будущими возможными суицидальными действиями поэтому завершая свой доклад свое сообщение я хотел бы еще раз отдать должное дань уважения нашему замечательному учителю прекрасному ученому создавшему фундамент для понимания логики поведения суицидальных пациентов в случае когда ведущим фактором выступает психологически и за счет видения пусть этой кривой искаженной различными когнитивными искажениями убеждениями схемами мышления более качественно оказывать помощь людям в таком состоянии и наоборот даже помогать не попадать в эти состояния где профилактикой превенцией такого суицидального поведения была бы профилактика депрессии ценностные смысловые ориентиры понимания осознания себя и своего будущего более качественная опора на себя в связи с этим и более качественная перспектива в эту линию будущего поэтому спасибо большое за внимание коллеги прошу прощения за излишнюю эмоциональность сейчас перерыв на обед и мы продолжим общение через час спасибо большое что вы с нами спасибо большое за вашу толерантность к сложным таким и временам и толерантность к усталости которая накапливается на протяжении всех докладов очень насыщенных ярких и полезных и с удовольствием передаю слово своему другу коллеге одному из руководителей нашей ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Максиму Александровичу Зрютину и его доклад от фрустрированных потребностей до суицида нюансов построения концептуризации будет тоже полезным для понимания такой расширенной трактовки когнитивной концептуризации не слышно слышно нормально спасибо большое уважаемые коллеги позвольте продолжить рассказывать про когнитивно-поведенческую психотерапию и позвольте представить такую нашу расширенную версию концептуризации и мой доклад возможно будет немного практикоориентированным и надеюсь это позволит вам увидеть случай клиентский случай где есть суицид где есть суицидальное поведение и выставить определенный план терапии с этим клиентом мы говорим о том что существует достаточно много поводов для того чтобы по сути коппинговой стратегии суицид было реализовано в действии это социальное взаимодействие между людьми это различные конфликты которые есть это общение с друзьями общение семейное и так далее это состояние здоровья это материальные бытовые сложности то есть мы с вами говорим о том что существует достаточно много поводов которые могут активировать суицидальное поведение суицидальные мысли суицидальные наклонности и мы говорим о том что люди которые склонны к суициду они не испытывают больше стресса чем другие люди каждый из нас с вами тоже сталкивается в жизни с определенными сложностями которые мы тем или иным образом мы решаем и мы говорим о том что есть определенные нарушения адаптации которые связаны также с определенным детским опытом который есть у каждого из нас и который формирует наше убеждение убеждение которые формируются в результате этого опыта они напрямую где-то косвенно связаны с определенными потребностями которые есть у нас и о них тоже мы немного сегодня поговорим два мотива таких суицида выделяется это избавиться от страданий и повлиять на окружающих примерно так 31% это смешанный вариант и мы говорим о том что избавиться от страданий от тех переживаний от того дискомфорта который возникает в результате сложностей которыми человек сталкивается и второй вариант это повлиять на окружающих возможно вы сталкивались своей практике когда клиенты говорят о том что умер бы и тогда бы они поняли как им плохо без меня и в таком ключе различные мысли и идеи то есть некий такой способ повлиять на окружающих наказать и мы встречаем такие фразы что они потом будут всю жизнь страдать после того как это произойдет да Эдвин Шнейдман выделяет три таких компонента это чувство невыносимой душевной боли это чувство изолированности от общества и ощущение безнадежности и беспомощности собственно то что уже сегодня о чем мы с вами говорили и смерть это как решение как способ который позволит избавиться уйти от этих переживаний от этих страданий и решить эту проблему эту сложность и мы опять-таки говорим о том что эти люди не обладают или не имеют определенных навыков которые позволят им решить все сложности которые есть или как мы говорим что есть такая низкая фрустрационная толерантность к переживаниям что эти переживания непереносимы для меня поэтому чтобы в них не оставаться я готов завершить эту жизнь чтобы с этим не сталкиваться и если немного структурировать и это очень может помочь в практике эта структура мы можем выделить как причины повод мотив и уже как такое поведение суицид то есть причины это определенные биологические предрасположенности и определенные расстройства депрессивные в первую очередь расстройства личности и так далее поводы это то что мы с вами говорили их может быть очень много это личностно семейные конфликты это состояние здоровья и так далее и собственно мотив это либо бегство от жизни бегство вернее от тех переживаний которые возникают в результате активации этих поводов ну и как некий элемент манипуляции который тоже может присутствовать если мы говорим о процессе терапии то у нас есть определенный план работы план взаимодействия и в первую очередь наша задача выстроить такой антисуицидальный план который позволит клиенту на первых этапах справляться с теми переживаниями которые у него есть и также наша задача будет входить по возможности решить вот эти сложности которые есть поводы которые активируют это суицидальное поведение и уже в дальнейшем мы концептуализируем как в когнитивно-поведенческой терапии данный случай и уже выстраиваем работу и я предлагаю сейчас поговорить об этом как мы концептуализируем и как это формат взаимодействия может выглядеть в когнитивно-поведенческой психотерапии ну буквально очень коротко напомню что есть такая основа это глубинные убеждения промежуточные убеждения и автоматические мысли то есть глубинные убеждения это как основа промежуточные убеждения это то что помогает справиться с глубинными да и автоматические мысли такие поверхностные которые активируются в результате того или иного стимула но нам важно понимать не только эти компоненты нам важно понимать генез того как происходит формирование этих глубинных убеждений и какой опыт клиент получает и это позволит нам выставить уже в дальнейшем план терапии почему важна концептуализация да и давайте несколько слов о том что мы сталкиваемся с тем что в когнитивно-поединенческой терапии бывает не выстраивает концептуализацию модель да которая позволит нам определиться с планом то есть концептуализация это как маршрутная карта когда мы приезжаем в какой-то город то наша задача понимать его добраться в какое-то место поэтому если мы не понимаем модели структуры которые есть у нашего клиента то двигаться в работе нам будет достаточно проблематично здесь можно выделить три таких компонента что в лучшем случае процесс терапии снижается да потому что возникают определенные ошибки в построении этой концептуализации вот и когда специалист например выстраивает концептуализацию а потом выстраивает план терапии то очень часто концептуализация не связана с планом терапии и мы говорим о том что план терапии выстраивается только на основании концептуализации то есть это является нашей еще раз маршрутной картой если мы выстраиваем план независимо от нее тогда у нас будет он они немного расходиться между собой поэтому концептуализацию мы это не в нагрузку терапевту и не в нагрузку клиенту да а в помощь для того чтобы определиться со стратегией и с планом работы в чем причина да которая бывает чему не устраивается концептуализация во-первых это слабое понимание ее эффективности и нету таких выстроенных причинно-средственных связей у самого специалиста и возникает мысль ну я ее делаю потому что так говорили на обучении так написано в книге Джоди Бек что нужно выстраивать концептуализацию поэтому если нет понимания зачем она нужна то соответственно будет некое игнорирование и выстраивание второе это такие автоматические возможные мысли самих специалистов что это сложно что мне не получится это сделать да что это как-то будет сложно для клиента это не будет способствовать терапевтическому контакту вот это такой тоже как миф заблуждения потому что сама концептуализация она будет способствовать терапевтическим отношениям потому что когда мы вместе с клиентом обсуждаем его модель того как он функционирует как функционирует его психика то это будет укреплять наши взаимоотношения конечно если это делаем мы самостоятельно где-то там у себя прописываем да или клиенту говорим о том что у нас есть такая концептуализация давай ее там выстраивать это вызовет конечно сложности поэтому контактируя с клиентом проводя психообразование когнитивно-поведенческой психотерапии все-таки это терапия образовательная где мы обучаем клиента тому что мы делаем вот это позволит лучшему пониманию ну и такие мифы о механистически механистичности такого такого подхода да где вот эти протоколы различные бесконечные которые мы вместе заполняем да поэтому вот эти три аспекта которые стоит обратить внимание и которые могут мешать построению ну и несколько слов о потребностях потому что мы говорим о том что глубинные убеждения формируются в результате детско-подросткового опыта это когда ребенок подросток сталкивается с определенными сложностями взаимодействия с миром с людьми с социумом с близкими да и его потребности могут не удовлетворяться фрустрироваться и тогда возникает определенная интерпретация этих состояний которые есть и формируются эти глубинные убеждения на данный момент про потребности говорится в разных школах и в разных школах в направлении когнитивно-поединенческой терапии но стоит заметить что о потребностях говорили еще и в древности демокрит говорил о потребностях да и он обозначал их как некую такую нужду которая побуждает нас к действиям мы действуем да для того чтобы наши потребности были удовлетворены а Платон Сократ высказывался о них да и Эпикур вообще выделял три такие категории потребности что это естественные необходимые которые позволяют избавиться нам от страданий ну это еда безопасность продолжение рода это естественные но не необходимые это различные наслаждения которые у нас есть и неестественные и не необходимые то есть навязанные обществом это курение там психоактивное вещество и так далее да и соответственно как говорил Эпикур чем меньше мы довольствуемся тем меньше мы зависимы от каких-то обстоятельствах и тем больше мы адаптированы к жизни хочется отметить Джорджа Энгель который в 1977 году говорил о биопсихо-социальной модели влечения клиента пациента да и он говорил о том что для более полного понимания того что происходит с ним нам нужно учитывать биологический компонент психологический и социальный и эти компоненты они существуют неразрозненно между собой они между собой очень тесно переплетены и взаимосвязаны и также в когнитивно-поведенческой терапии если мы не будем учитывать этот фактор то соответственно мы упускаем некоторые важные моменты потому что если вернуться к суицидальному поведению то концептуализируя и беседуя с нашим клиентом мы очень часто можем услышать сложности взаимодействия с социумом с людьми о том что нету контакта нету поддержки нету общения о том что могут не удовлетворяться психологические потребности нет смысла жизни нету оцелей в жизни и так далее да поэтому определяя эти критерии этих потребностей мы тем самым дополняем нашу концептуализацию и эти выявленные фрустрированные потребности они могут быть включены в план работы в план терапии если мы говорим про биологические потребности мы подразумеваем физиологические нужды это безопасность и продолжение рода если мы говорим про социальные потребности это как принадлежность группе социальное общение и продвижение по иерархии ну и психологические потребности это некие ценности смыслы и цели которые мы формируем да и которые появляются в нашей жизни да подчеркну еще раз что они между собой все взаимосвязаны и переплетаются между собой выстраивая концептуализацию мы можем дополнить ее да вот именно блоком связан с этими потребностями где мы исследуем анализируем историю семьи и то как наш клиент взаимодействовал с социумом потому что это позволит нам выявить эти фрустрированные потребности да и позволит нам такой хористический подход реализовать да который опять-таки позволит нам выявить дальнейшем план терапии и план работу выявляем фрустрированные потребности в каждом из уровней и включаем как определенный некий фокус в работу помимо того что мы работаем с автоматическими мыслями с промежуточными убеждениями мы можем понять с какой потребностью это не связано если мы возьмем категорию например непривлекательности которые есть в когнитивно-поведенческой терапии в когнитивной терапии в частности то мы подразумеваем что социальные потребности они будут фрустрированы могут быть фрустрированы да что клиент исходя из своих глубинных убеждений будет сталкиваться с тем что его отвергают что его не принимают что он не может выстроить какое-то взаимодействие с людьми и тем самым у него возникает как результат некие страдания то есть если мы рассмотрим такую цепочку причинно-следственных связей и увидим что на ранних этапах детско-подростковом клиент сталкивался с отвержением сталкивался с буллингом сталкивался что его критикуют не принимают и это привело как раз к формированию категории непривлекательности мы говорим о том что его потребность там быть в социальной группе если его отвергают например в школе или потребность принадлежности к сообществу или потребность в том чтобы контактировать она будет фрустрирована соответственно в дальнейшем мы видим что при формировании этих глубинных убеждений категории они будут потом реализовываться в дальнейшем и транслироваться вовне то есть убеждения будут как некие призмы через которые клиент будет смотреть на ситуации и события поэтому если мы вернемся к тому что поводов для того чтобы испытывать негативные эмоции может быть достаточно много то клиент воспринимает эти поводы через призму непривлекательности и тем самым сталкивается с отвержениями или сталкивается с тем что у него не получается выстраивать контакт и возникает страдание и как дополнительные мысли о том что это для меня невносимо это нет смысла жизни в результате этого и опять мы говорим как коппинговая стратегия для того чтобы это не испытывать чтобы с этим не сталкиваться что смерть является как неким таким решением здесь и вот эта взаимосвязь она позволит нам определиться с неким планом терапия если мы говорим про план то мы выделяем стратегию то есть то к чему нам нужно прийти и мы выделяем атактику это то как мы будем туда двигаться если под стратегией мы подразумеваем например работу с глубинным убеждением к условному безусловному принятию себя и условному принятию другими это может быть то к чему нам нужно прийти но вопрос в том как мы к этому будем двигаться как раз и реализуется через тактический план а для того чтобы нам реализовать тактический план нам поможет опять с вами концептуализация в которой уже мы выявляем те мысли и промежуточные убеждения которые есть у нашего клиента и концептуализируя клиентский случай где есть суицидальное поведение мы говорим о том что это поведение оно является как копинговой стратегией поэтому первым этапом мы выстраиваем контакт мы определяем антисуицидальный план и по возможности если что-то это возможно реализовать решаем какие-то сложности которые есть в жизни нашего клиента вернее помогаем его направить для решения этого и дальше уже переходим к самой непосредственно терапии тех верований ценностей идей смыслов которые есть возможно где-то искаженные у нашего клиента и которые позволят справиться с этим состоянием ну и поддержка контакт это будет тоже очень важным и необходимым процессом в результате этого и хочется отметить что концепция этих потребностей про которые мы говорим она очень часто транслируется нашим клиентам и мы можем между строк в рассказе нашего клиента замечать то когда они говорят о том что я никому не нужен мне не с кем общаться что меня там не принимают что я не могу реализовать это и в результате этого возникает такая триада про которую мы говорили это беспомощность по отношению к тому чтобы это изменить я не могу это изменить я не могу с этим справиться я не могу на это повлиять в дальнейшем подсоединяется как уже безысходность которая говорит о том что и в будущем это не изменить что у меня нету будущего и это будет на протяжении всей жизни со мной и опять активируется такой как режим или копинг суицида который позволяет справиться с этим потому что других способов других вариантов у клиента может не быть а переносить это очень сложно и тяжело поэтому работа над этими переживаниями над тем как их переносить как с ними справляться как их проживать это тоже будет таким важным процессом в работе с нашим клиентом спасибо за внимание за доклад коллеги есть ли вопросы Максиму Александровичу может быть что-то уточнить дополнить раскрыть добрый день у нас есть вопрос из онлайна если есть возможность спасибо большое давайте слава спрашивает есть ли исследования и размышления по поводу смещения агрессии себя на агрессию по отношению к другим людям например стрельба в школе или расширенный суицид ну по поводу исследований сейчас мне сложно сказать единственное что могу здесь добавить мы опять можем концептуализировать этот вариант как смещенная агрессия и если здесь имеется в виду что смещенная агрессия в первую очередь она здесь говорится о том что она на себя но она выражается на других то в концептуализации мы можем увидеть некие категории глубинных убеждений которые к этому приводят но опять как копинговая стратегия будет реализация этого всего и нам нужно понять сам механизм почему так происходит если мы говорим про смещение то если мы говорим про категорию никчемности что со мной что-то не так эта агрессия может быть направлена на себя но как копинговая стратегия она может реализовываться вовне но это может быть и категория непривлекательности когда человек думает о том что меня не принимают меня отвергают меня не принимают в какую-то группу со мной не общаются и тогда это будет тоже как решением этой проблемой и выражением этой агрессии когда человек сталкивается с этими переживаниями болезнями которые есть коллеги есть ли еще вопросы прошу если вопросов нет спасибо большое Максим Александрович может быть в кулуарах тогда или по завершению мы можем продолжить коллеги давайте тогда продолжим выступление продолжим доклады на нашей конференции к сожалению заболел тоже наш друг и коллега Андрей Геннадьевич Каменюкин и его доклады сегодня из завтрашнего семинара из-за болезни не будет но мы знаем какой сейчас период и какие издержки к сожалению этого периода поэтому мы желаем скорейшего выздоровления Андрею Геннадьевичу и крепкого здоровья несмотря на все вот такие сложности которые внезапно возникли позвольте тогда передать слово Марине Андреевне Рис учредителю благотворительного фонда просто люди юристу и арт-терапевту для доклада комплексная психосоциальная помощь людям с психическими расстройствами опыт проекта Пси-просвет Марина Андреевна у нас на связи да вот видим да я здесь здрасте коллеги спасибо большое что присоединились одну минуточку я пытаюсь настроить спасибо вам что пригласили прошу прощения что тоже из-за ограничений смогла быть лично но надеюсь это не помешает нам пообщаться очень рада второй раз быть на вашей конференции рассказываю примерно о том же самом но спустя год конечно очень многое изменилось в наших подходах и достижениях в отношении психосоциальной помощи людям с психическими расстройствами я надеюсь вам будет интересен опыт нашего проекта для тех кто нас не знает ну буквально пару слов я основатель и директор фонда просто люди это специализированный фонд который изначально был задуман для того чтобы помогать людям с психическими расстройствами в принципе мы работаем с 13 года и начинали в учреждении в психиатрических больницах и психоневрологических интернат ну так проще было найти доступ к нашей аудитории и собственно на них или с ними и благодаря им мы отрабатывали те программы которые сейчас открыли буквально до всех то есть с октября прошлого года наш фонд может обратиться буквально каждый от легкой панической атаки или депрессии в первые проявившиеся до тяжелой шизофрении и связанные с ними дефекты мы принимаем любого и естественно ну при таком объеме при таком разбросе в общем-то проблем с которыми к нам обращаются люди потребовалась разработка некоторой системы когда небольшая некоммерческая организация смогли бы оказать достаточно эффективную помощь на настоящий момент к нам обратилось уже порядка пяти тысяч человек мы работаем с небольшим количеством партнеров психиатрических учреждений психологов и волонтеров порядка двадцати пятидесяти партнеров разных категорий и вот таким образом своими силами справляемся благодаря в общем-то уникальной программе которую мы разработали вот с учетом здесь и сейчас не как это должно быть где-то в каком-то идеальном мире а с учетом тех возможностей которые есть в нашей стране и тех проблем с которыми сталкиваются наши благополучатели клиенты мы их называем клиентами то есть применяем не пациентский а клиентоориентированный подход наша миссия как мы ее для себя понимаем это не излечение болезней мы не позиционируем себя как психиатрическую организацию только содействуем эффективности психиатрической помощи и мы не ставим диагнозы а помогаем их снимать то есть вся наша команда нацелена на то чтобы при обращении к нам стигма не усиливалась а сходила от понятия диагноза к понятию симптома то есть мы работаем не с диагнозами не пытаемся их верифицировать не пытаемся в этих рамках человека как-то структурировать и обозначить его путь мы работаем с симптомами то есть когда нам кто-то звонит спрашивает какая у вас проблема у меня шизофрения окей хорошо шизофрения это может быть как диагноз это и есть проблема отдельная но что тебя беспокоит в рамках этой шизофрении что тебя беспокоит по жизни то есть работа идет в первую очередь с проблем с человеческой методы которыми мы работаем у нас есть полный арсенал не психиатрических и отчасти не психологических методов мы их называем психосоциальными и действуют они в комплексе в зависимости от того с какой проблемой обратился к нам человек и что ему больше подойдет в частности мы можем предложить психологическую помощь в рамках нашего фонда мы можем предложить реабилитационную длительную поддержку мы можем интегрировать человека в сообщество мы можем интегрировать его в какую небольшую руку предложим обязательно психообразование научим самопомощи будем стараться человека солидировать вплоть до того что предлагаем какое-то обучение трудоустройство тоже думаем о досуге о культуре о бартерапии то есть стараемся максимально по всем областям жизни пройти я бы хотела оговориться что мы работаем с пациентами с клиентами но не с родственниками не с семьями почему эта задача пока для нас кажется неподъемной очень сложно помочь человеку от имени которого а чаще даже не от имени а вопреки желания которого обращаются его родственники вероятно будет какая-то отдельная программа для родственников тех людей которые сами к нам прийти не могут мы наверное сможем предложить программу обучения и психообразования для родственников как они без твердого решения человека исправить свою жизнь как они могут помогать но пока в целом ориентировка такая что мы поможем каждому но этот каждый должен сам взять трубку или отправить сообщение и сказать я хочу помочь я хочу помощь какие у нас есть ресурсы у нас есть портал psiprosvet.ru это новый сайт для людей с психическими расстройствами без опять же разделения по каким-то диагнозам где можно найти информацию о том какие бывают расстройства как работает здоровая психика из чего она состоит что делает психиатрия что делает психотерапия как живут люди с диагнозом то есть достаточно большой информации объем информации мы пытались изложить самым простым человеческим языком мы конечно изучили очень много научной литературы но осознанно написали все тексты заново там нет никаких копипестов все тексты авторские и написаны журналистами благо в нашей команде есть прекрасная Маша Пушкина преседент от биполярников которая большинство этих текстов создавала своим доходчивым понятным добрым языком кстати об этом приходит очень много откликов что вас приятно читать мы пишем так как мы бы написали это для себя как мы бы сами поняли как нам самим было бы не больно не трудно не мучительно получать информацию в общем-то непростых вещах портал Псипросвет это также линия через которую к нам приходят благополучатели то есть первая главная страница этого портала дает возможность записаться на консультацию заполнив анонимную анкету или позвонить по номеру телефона который мелькает всюду и таким образом попасть на бесплатную горячую линию поддержки где работают наши консультанты психологи просто консультанты по реабилитации и даже юристы Псипросвет сайт был запущен только в мае и с июня мы начали создавать группу поддержки на настоящий момент у нас 8 встреч в неделю 4 онлайн и 4 очно в Москве будем расширяться в этом отношении то есть ну как это воронка продаж сайт читают может быть сейчас порядка 20-30 тысяч человек на линию звонят за за год порядка 4 тысяч человек консультации получают из них около 2 тысяч человек а вот в группах у нас 200 то есть воронка такая узкая но будем надеяться что по мере расширения обращений будет также увеличиваться число групп потому что ресурсов на эту работу у нас очень много мы также пытаемся продвигать сообщества в соцсетях здорово сообщества в каждой активной соцсети в инстаграме в телеграме в вк что там еще есть в фейсбуке вроде бы замечательный контент вроде бы красивое оформление но пока мы еще не так хорошо научились доносить нашу информацию до пользователей интернета но думаем что это тоже будет активный канал для психообразования и тоже активный канал для объединения людей ну и последняя фишка номер пять она сейчас только создается разрабатывается это цифровой навигатор по всем видам помощи я о нем расскажу чуть-чуть побольше если у нас хватит времени хотелось бы сейчас немножечко остановиться больше на программе психо-социальной помощи а потом перевести к этой цифровой фишке которую мы задумали в чем в чем собственная идея в чем идея программы мы делим ее на пять шагов первый шаг это попросить помощь то о чем я говорила мы общаемся с самостоятельными людьми которые приняли решение что нам нужна помощь мы взяли может быть за основу идею различных анонимных сообществ когда человек понимает что все я не справляюсь и мне нужна помощь вот этот первый шаг человек делает сам для этого ему надо принять какое-то решение и вряд ли тот кто хочет просто позвонить поболтать снять эмоциональное напряжение вряд ли это наш клиент конечно он может таким образом воспользоваться нашим сервисом но вряд ли для него это принесет какую-то ощутимую пользу скорее надо звонить на городские линии 051 или еще по каким-то телефонам бесплатным которые есть сейчас в наличии и пытаться таким образом с кем-то поговорить у нас не просто поговорить у нас попросить помощь это очень важно мы так формулируем специально наши анкеты чтобы вот полеизъявления нам помощь она прозвучала во-вторых мы если человек к нам обратился мы его очень внимательно услугу выслушиваем мы не называем этой диагностикой наша задача понять какая помощь по какой линии помощи человека вообще направить и мы вместе с ним обсуждая объясняя преодолевая сопротивление выбираем план лечения который подойдет именно ему индивидуальный затем следует некоторый этап психообразования и самопомощи это может быть в рамках первой второй или третьей консультации но для того чтобы помощь была эффективна нужно иметь какую-то базовую информацию о том что вообще мы делаем потому что если человек с улицы просто не представляет отличие психиатра от психолога то сложно разобраться какого психолога клиникова психотерапевта КПТ и так далее и тому подобное а уж когда речь идет о группах то совсем тяжело становится не очень ясно для чего и для все это когда начинается терапия с помощью медикаментов для того чтобы клиент оставался комплоентен нужно очень много объяснять пояснять и доделывать ту работу которую в принципе могли бы делать психиатры по разъяснению и по психообразованию в области психиатрического лечения те люди которые идут по линии помощи которые прошли уже какой-то определенный уровень и с равными консультантами те люди которые достаточно долго идут в реабилитационной программе им фонд уже дает более серьезный уровень поддержки по интеграции в социум кому-то это обучение для кого-то это уже трудоустройство для кого-то волонтерство различные формы бывают ну и чуть-чуть подробнее о том как технически мы это делаем с помощью наших ресурсов ну вот как устроена горячая линия горячая линия это грубо говоря группа психологов 10 человек которые пришли к нам волонтерами для начала и месяца 3-4 работали волонтерами на линии которые прошли специальное обучение по клинической психологии и какой-то ликбез по психиатрии которым необходимо знать то есть сейчас они по некоторым просто по факторам которые называют клиент могут примерно определить что с ним происходит не задавая лишних вопросов и не гугля что означает то или иное лекарство которое называет клиент и какое действие оно оказывает то есть вот это необходимое обучение они прошли кроме того они проходят постоянные супервизии интервизии разбирая сложные случаи с клиентами многие из них уже не только работают на линии но и работают постоянными нашими клиентами теми которые находятся в программе реабилитации что делает человек обратившийся на линии он звонит он звонит по номеру телефона который есть на нашем сайте каждый звонок анонимен бесплатен об этом предупреждается сразу и мне нужно давать никаких деталей мы не записываем звонков специально чтобы никого не смущать и дальше идет в общем-то обычный сеттинг на горячей линии чем он отличается от того что обычно предлагают на линии я сначала внимательно выслушивая ситуация мы задаем много вопросов и более или менее четко формулируем ситуацию мы работаем с эмоциями чувствами нам очень важно чтобы именно с этого первого раза человек пошел работать то есть у нас это может быть первый и последний раз поэтому вот тут работа идет серьезнейшее серьезнейшее эмоциональное включение консультирующего психолога здесь нельзя просто расспросить и сказать до свидания пойди куда-нибудь поработай со своей проблемой куда-нибудь он конечно может пойти но нам бы все-таки хотелось чтобы он воспользовался нашей программой поэтому эмоциональную связь на работу с чувством уделяется достаточно много времени в конце обязательно психолог вместе с клиентом должны сформулировать некий запрос на выход из той травмирующей или безвыходной сложной для него ситуации более или менее четко так чтобы этот запрос вел нас дальше по реабилитации даже если человек дальше не вернется по крайней мере вот эта вот полезная такая полезная вещь как запрос по жизни с ним останется это не завершение после того как вроде бы все завершилось все проговорили решили куда надо двигаться и чего человек хочет разумный вопрос а как если он не прозвучит со стороны клиента то мы его сами обязательно зададим и будем рассказывать о как уже на этом этапе если все более или менее ясно то понятно по какой линии помощи пойдет клиент либо он отправится дальше к психиатру для тех или иных целей либо он дальше попробует поработать с тем или иным психологом в той или иной парадигме которая ему близка либо он сразу либо он еще не готов ни к первому ни ко второму но он готов послушать людей которые уже пользуются этими сервисами и в этом случае он отправится в группу поддержки онлайн или оффлайн и наконец если у клиента нет вообще никаких материальных возможностей для обеспечения себе такого уровня помощи то мы обсуждаем материальную поддержку которая окажет фонд что происходит дальше шаг второй программа терапии что мы здесь делаем по психиатрии с какими задачами мы справляемся если человек никогда не был у психиатра естественно у него есть барьер это наша работа снять этот барьер максимально снять все страхи связанные с первым визитом к доктору рассказать как это бывает что делает врач должен ли он быть симпатичным или он должен подбирать хорошо медикамент как работают медикаменты какие у них есть побочные эффекты как быстро проходят побочные эффекты или не проходят побочные эффекты мы говорим о том что подбор препаратов какое-то количество месяцев и о том что золотой стандарт психиатрии это то что назначенное лечение не чувствуется практически никак а только помогает не вредит а помогает вот эта работа по снятию барьеров я вообще не знаю кто этим когда-нибудь занимается потому что когда человек пришел к психиатру психиатр уже начинает свою работу и в общем-то нормально но кто человека подготовен к тому чтобы сделать этот шаг я таких я таких не знаю но только вот это делаем мы мы обладаем большим арсеналом для убеждения и в основном все-таки доводим до первого визита ну как мы говорим мягко провериться исключить исключить или не исключить там уже посмотрим но наша задача довести если если есть опасения подозрения если человек уже был в психиатрии уже достаточно травмирован в психиатрии разочарован тем что он там получил примерно такая же работа идет на то чтобы уговорить человека получить второе мнение сказать что психиатрия развивается и в арсенале ее есть не один протокол и не два которые попробовал вот этот данный человек редко бывает кто попробовал три протокола да что этих протоколов есть как минимум 10 с разным уровнем эффективности и что психиатрия не точная наука надо пробовать пробовать и пробовать есть у нас еще совсем продвинутые случаи когда мы встречали людей с тяжелыми диагнозами такими как параноидной шизофрении находящихся на диспансерном наблюдении длительном и благодаря совместной работе наших психиатров психологов и юристов нам давалось диагнозы менять сменять и диспансерное наблюдение со связанными с ними ограничениями снимать ну вот вот такой вот такой вот особый сервис в некоторых случаях когда мы видим что есть явная врачебная ошибка мы тоже тоже оказываем кстати дееспособность мы тоже восстанавливаем но это уже совсем тяжело и здесь не будем об этом говорить фонд работает не имеет медицинской лицензии естественно естественно у нас нет собственных психиатров мы направляем в солидные учреждения к партнерам которые предоставляют всем нашим клиентам скидку 50% понятно что тот кто обращается в благотворительный фонд ну изначально не располагает большими возможностями раньше мы еще оплачивали от себя 50% но потом бросили эту практику и решили что ну тысячу или две рублей человек должен найти для того чтобы о себе позаботиться если он этого не делает ну скорее всего там есть какая-то рентная установка и вряд ли вряд ли вряд ли наша дорогостоящая помощь будет иметь какой-то эффект если мы с психиатрией более или менее разобрались убедились что человек получает адекватное лечение или находится в процессе подбора лечения мы тоже можем предложить программу долгосрочной психотерапии естественно в первую очередь мы рекомендуем КПТ как единственный экспериментальный доказанный метод но есть у нас клиенты так скажем более требовательные пробовавшие КПТ которые хотели бы проработать в аналитическом методе которые бы хотели заняться семейными вопросами такие возможности тоже есть какие здесь у нас возможности ну прям скажем опять же клиенты наши небогаты поэтому для фонда скорее для фонда для клиентов фонда работают молодые психологи готовы консультировать поставки тысяча тысяч пятьсот максимум рублей в час больше на большее мы не соглашаемся и фонд как правило оплачивает пятьдесят процентов этой стоимости все все психологи кто сотрудничает с нашими клиентами все обязаны проходить у нас супервизии интервизии и быть с нами на связи то есть мы в общем-то контролируем уровень качества их работы необходимости меняем заменяем обсуждаем с клиентом не буду я больше особенно мучить листание моей презентации плохо она листается а времени осталось мало что следует дальше за шагом два терапии следует шаг три самопомощь и психообразование то есть происходит это совершенно логично логично и естественно потому что в процессе реабилитации возникают вопросы я сходила к врачу мне сказали то-то и вот тут наша работа опять же работа консультантов объяснить человеческим языком а что же это значит куда еще надо посмотреть где надо что почитать и также мы много 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 объясняем что этого всего недостаточно твое физическое здоровье и твоя работа ежедневная это залог твоего успеха ну тут уже немножечко подтягиваем в программу и говорим о том что если ты хочешь добиться успеха в относительно короткие сроки 3-4-5-6-7 месяцев то тебе нужно много делать самому здесь мы обучаем техникам самопомощи техникам зож и тому подобное очень важно чтобы люди те которые готовы общаться и которые находятся в программе общались с такими же как они для этого у них есть чат мы правда его не особенно модерируем но там ничего плохого в нашем чате не происходит путем некоторых некоторые работы со случаями с нарушением да мы работаем в группах мы формируем группы сначала группы бывают открыты как только группа достигает 10 человек она закрывается и это уже становится самоорганизующееся сообщество которое очень много помогает друг другу которое общается не только в рамках вот этой часовой групп которую мы проводим с нашими модераторами но это тоже групп которая живет своей жизнью а из групп уже вырастают вырастают сейчас начинает вырастать поколение равных консультантов которые предпринимают какие-то свои собственные инициативы очень разные одна девушка например устраивает дни красоты и консультирует по стилистике другая группа ребят снимает истории своих одногруппников третий подыскивают какие-то отработки подработки четвертый ищут медикаменты навещают кого-то в больницах если не дай бог попадают то есть сообщество это конечно мощнейший мощнейший ресурс по самоподдержке клиентов и наконец те которые все четыре шага прошли вот их мы уже готовы выводить в социум потому что много но я бы сказала 75% из наших клиентов они на данный момент нетрудоспособны в тот момент когда они к нам приходят вот уже сейчас спустя 6 месяцев действия программы можно сказать что 10-15 человек они готовы к тому чтобы нормально интегрироваться в социум кто-то у нас проходит курсы обучения кто-то пытается трудоустроиваться трудоустроиться естественно сопровождением то есть с нашим участием участие самостоятельно кстати пробую себя волонтерами чтобы наладить регулярное регулярное социальное взаимодействие как я предполагала не удалось мне уложиться во время чтобы рассказать про цифровые вороты но вот эту систему о которой я сейчас рассказывала вот эту вот систему мы бы хотели положить на цифровой псинавигатор когда по каким-то реперным точкам которые вводят клиент на сайте уже система подбирала ему необходимую информацию медицинскую психологическую и так далее подбирала бы ему логистику куда и к кому он может обратиться подбирала бы ему правовые основы которые ему надо учитывать для того чтобы это реализовать и таким образом чтобы система уже маршрутизировала клиента все ближе и ближе к тому что ему предстоит сделать для своего здоровья разумеется нам для этого требуется развитие нашего сообщества много партнеров нам интересно сотрудничество НКО нам интересно сотрудничество психиатров психологов да абсолютно всех для того чтобы маршрутизировать одну психическую болезнь по России конечно требуется очень-очень много ресурсов и наш план на 22-й год это создание этого псинавигатора не столько в цифре сколько по факту понять что у нас вообще в стране есть и кто готов помогать и как одного конкретного человека привести туда куда ему надо вот в общем коллеги если пару секунд проглядеть наших замечательных нашу замечательную команду партнеры и собственно контакты которым можно обратиться в наш фонд в наш проект и я надеюсь что если мы будем работать то завтра будет лучше такой у нас девиз не сегодня но завтра точно спасибо за внимание не знаю есть ли время на вопросы но буду рада ответить спасибо большое Марина Андреевна за важный доклад потому что социальный контекст поскольку мы опираемся на биопсихосоциальную модель он часто провисает и вот задача наверное всеобщая такая интеграция и маршрутизация но фонды здесь выступают и пионерами прокладывая дорогу к этой задаче интеграции многих служб и систем и специалистов и дают хороший пример как можно реализовывать вот эту социально-практическую задачу поэтому спасибо вам большое за эту деятельность и мы надеемся что дальше она будет продолжаться развиваться и будут интегрироваться специалисты помогающие людям с суицидальным поведением помогающие людям с психическими заболеваниями и проблемами получать вовремя и в развернутом таком контексте всю необходимую им помощь коллеги есть ли вопросы Марине Андреевне у нас есть несколько вопросов онлайн пожалуйста так во-первых скажите пожалуйста обращаются ли фонд подростки в острых состояниях могут ли они получить оперативную помощь к сожалению у нас есть законодательные ограничения для того чтобы помогать подросткам несовершеннолетним хорошо так что если они если они к нам обращаются мы переправляем их к нашим партнерам я так понимаю с детьми вы не работаете да пока пока не имеем права не прояснили мы этот момент чисто юридически также спрашивают по поводу возможности трудоустройства как психологам куда можно обратиться к нам хотите трудоустроиться да участники интересуются именно про фонд очень ждем сейчас будем проводить новый набор то есть тот набор который проходил у нас 10 человек психологов как раз год назад мы набирали 10 это команда которая кристаллизовалась есть где-то там 25 обращений и система такая то есть вы к нам обратитесь мы дадим вам несколько водных тренингов вы посмотрите как вам насколько комфортно работать с нашей парадигмой и после этого дадим вам какое-то время поволонтерить на линии по нашей супервизии а после этого мы всем предлагаем работу всем всем кто достаточно активно закрепился кто хочет работать спасибо большое вопрос Дмитрия Марина Андреевна а ваш подход в работе с суицидальными клиенты наверное фонда обратившиеся фонд люди он в какой-то парадигме концепции реализуется или у вас там такой исторически кто с чем пришел из психологов сотрудничать с фондом в той концепции и работает ну именно модальность психотерапевтическая прежде всего ну смотрите люди с суицидальными намерениями у нас есть если человек находится в остром состоянии он позвонил на нашу горячую линию мы его отправим все-таки в экстременную сторону то есть я не гарантирую что психолог на линии который дежурит будет достаточно квалифицирован чтобы работать в остром состоянии но если у человека есть постоянные суицидальные намерения то он будет работать по обычной по обычной парадигме по всем тем же самым шагам которые у нас есть у нас у нас их очень много на самом деле и мысли эти проходят мысли эти обсуждаются и кстати групповой формат как ни странно дает очень-очень интересный эффект лучше даже чем индивидуальная работа с психологом а что это за какая там основная ну как концепция дебяти там или что вам известно то есть если психолог то он работает по КПТ с элементами дебяти если это группа то группа группа вытягивает человека все отлично тогда получается наших выпускников как бы к вам точно должно группа вытягивает потому что группа она очень интересно подбирается мы вроде мы не входим в один диагноз мы не говорим у нас группа для суицидников или у нас группа для людей с шизофренией или у нас группа с зависимыми у нас разные и вот так хорошо ну мы следим еще за подбором групп чтобы было несколько там активно развивающихся то есть динамичных клиентов и несколько подтормаживающих и несколько таких вот вот жить не хочу все плохо и благодаря вот этому сочетанию разных совершенно людей в одной группе они слышат то что им надо услышать но это это феномен группы я понял благодарю хорошо спасибо большое Марина Андреевна спасибо вам соблюдать регламент и позвольте передать слово нашему следующему спикеру Леоне Леонидовне Алавердовой уже такому постоянному участнику наших мероприятий спасибо за эту возможность Леона Леонидовна автор книг по теме суицида близкого человека и вообще в целом широкой проблематики проживания острова горя и сотрудник американского фонда превенции самоубийств в Нью-Йорке спасибо большое Леонидовна что откликаетесь на наши просьбы принять участие и будем рады вашему очередному доходу окей здравствуйте я тоже благодарна что вы меня пригласили благодарна вот Алисе и Дмитрию Кавпакам и Майе и Галине тем кто помогал сегодня организовать мое выступление но вы немножко повысили меня в статусе я не сотрудник американского фонда по предотвращению суицида на самом деле это моя волонтерская работа то что я делаю а я работаю библиотекарем моя основная специальность это заведую библиотекой в одной из библиотек Бруклина и продолжаю это делать вот ну помимо этого я всякие другие вещи делаю но что привело меня сюда почему я здесь дело в том что 3 декабря вот этого года исполняется 17 лет как погиб мой единственный брат и погиб от суицида здесь в Нью-Йорке и так получилось что его гибель ну дала толчок к какому-то другому совершенно неожиданному для меня направлению деятельности и как бы у меня появилась миссия будем так говорить может это громко сказано но на самом деле я считаю что вот это мое дело я делаю пока могу и я просто один из частных случаев ну сколько может сделать один человек во-первых для начала я пытаюсь осмыслить то что произошло и пытаюсь как бы помочь самой себе разобраться я читала очень много книг я ходила какие-то пару групп пару раз но на самом деле я не очень-то посещала группу поддержки и вот и потом я написала сама книгу которую упомянул Дмитрий Копак это вот самоубийство до и после вот эта вот книга самоубийство до и после она вышла здесь в Чикаго в России я не могла найти издателя и предисловие очень теплое предисловие написал Борис Сергеевич Положий ну я не знаю нужно ли мне объяснять там у него очень много громких званий он профессор и заслуженный деятель там науки и в общем много много всего но просто я ему безмерно благодарна что он дал путевку в жизнь этой книги вот а потом это вышло в 13-м году в 14-м году вышла книга брат мой брат мой эта книга вышла благодаря двум людям Евгению Борисовичу Любову вот он выступал здесь наверное я судя по программе вот и Нелли Бориса Днелевина и руководитель фонда новые возможности в Москве и эти два два человека я им очень благодарна но эта книга была издана крошечным тиражом сто экземпляров я не знаю кто я получила по почте три по-моему четыре экземпляра как автор и все я не знаю какой там был резонанс и мог ли он быть ну я не удовлетворилась этим я решила рассказать о волонтерской работе то чем я о чем я сейчас скажу подробнее и я написала книгу что можно сделать когда сделать уже ничего нельзя вот это вот эта книга уже вышла в Москве не знаю насчет тиражей но во всяком случае она продается до сих пор я насколько я понимаю в Москве и в Петербурге и эта книга вкратце там изложено содержание то о чем я говорила в предыдущих двух более она всего 142 страницы она небольшая более более такая деловая что ли и там может быть меньше личного больше таких общих выводов но общих но конкретных и потом в конце я последняя глава посвящена волонтерской работе я пыталась кстати найти и узнать что происходит в России в этом плане пыталась писала немножко о других организациях их делах ну вот я заметила мне очень трудно было найти информацию о том что делается для тех у кого близкие покончили с собой а ведь на самом деле эти люди они являются ну как бы в группе риска они входят в группу риска потому что потому что их до их глазах было нарушено мощнейшее табу и эти люди мало того что они горюют еще и близкий приступил через такой ужасный барьер покончил с собой и поэтому ими надо обязательно заниматься вот извините что говорю напоминаю об этом но ими надо очень надо заниматься и не только психологом но и можно делать это различными другими способами поддержки я вот скажу вкратце поскольку время все-таки поджимает я понимаю я скажу вкратце о четырех видах деятельности которые я занимаюсь значит первый вид деятельности это походы out of the darkness я значит хотела бы попросить я там прислала фотографии продемонстрировать и вкратце сказать об этих походах эти походы происходят происходят по всей Америке они происходят и в Нью-Йорке тоже и стали происходить в Бруклине вот это стоят перед вами люди которые одна из них уже сотрудничает сотрудница ФСП слева она а справа стоит женщина которая она организовала свою собственную команду у меня была своя команда на основе моей группы а это женщина Трейси она организовала свою команду вернее Фо Трейси я сказала это ее зовут совсем по-другому ее зовут Кэм но она для своей дочери памяти Трейси организовала эту команду и она очень активная и она тоже входит в мою группу поддержки и на ее глазах ее дочь покончила с собой для нее это огромная травма и вот участие в таком походе ей как-то возможно помогает вот можно следующий слайд пожалуйста вот просто я хотела показать как важно эмоционально для людей быть там рядом друг с другом поддерживать друг друга следующий пожалуйста вот видите какие-то фотографии сделала я какие-то фотографии я сделала немного фотографии основные там прислала другая женщина которая входит в мою группу поддержки она прислала мне там ее родственники делали вот это на самом деле очень трогательно потому что люди встречаются совершенно иногда незнакомые общаются рассказывают они не чувствуют себя такими беспросветно одинокими видя то что произошло и этот поход был обычный рядовой поход в Бруклине в центре города каждый раз в разных парках это устраивается по согласованию с администрацией этих парков каждый раз в разных парках Бруклина уже несколько лет начали были только в Манхеттене а сейчас вот ну я на самом деле этого человека не знаю у которой там все прикрепляют имена и все я не знаю этого человека ну даже не знаю это женщина или мужчина сейчас трудно что-то понять ну следующий слайд пожалуйста ну видите мы собрались там на лужайке и начали там во-первых там стоят столики обязательно столики это все этим все занимается организация American Foundation for Suicide Prevention и за каждым столиком стоят волонтеры я не входила в эту группу я занималась другим просто привела своих участников там мы собирали деньги это можно делать и через социальные сети и лично так в общем эти деньги в поддержку этого фонда мы собираем и как бы это символически и мы были одна из Tap Fundraising Team то есть больше денег собрали чем другие ну несколько таких было команд в том числе вот эта которую я показала по Трейси то есть Трейси это ее дочь там собрала много денег в честь ее в память о ней вот и выступает там вот эта Хана выступает там она тоже была кто-то у нее из близких погиб вот может следующий слайд пожалуйста вот все слушают перед тем как идти мы там дальше пожалуйста видите бусы надеты на людям каждый цвет бус означает что-то потом дальше должны быть фотографии со столиком тоже с этими бусами потому что каждый цвет символизирует особого рода потерю будет ли это утрата будет ли это утрата родственников просто или это родители или это погибли дети или это погибли а вот кстати тут написано они перепутали наш название Бруклин Суэссайд Сапот Саваева Сапот Групп Суэссайд Сапота Сапот Групп я не знаю кому пришло в голову но это но это наша команда и это я не знаю это я держу или кто-то другой держит но в общем короче говоря это наша команда вот следующий слайд пожалуйста Тима Мар это тоже в честь молодого человека они собирали деньги дальше пожалуйста вот это это мы делаем зарядку перед тем как двинуться нам сказали краткую зарядку там женщина ну так разминку будем так говорить 3-5 минут мы сделали разминочку я просто продемонстрировала хочу вам продемонстрировать как это делается до похода дальше пожалуйста вот этом идем вот идут люди по аллее ну это помимо того что это барж как бы солидарности и поддержки помимо этого это просто здорово это на свежем воздухе люди собираются и ходят где-то час-полтора то есть все это действие занимает не очень много и это и это хороший такой хороший такой почин хорошее дело следующее пожалуйста это больше людей там все по маршруту там выставлены такие знаки указатели то есть первые которые идут они знают по какому направлению им идти не просто так и в общем они все двигаются друг за другом и указатели указывают куда им двигаться дальше пожалуйста я каждый раз поражаюсь как это все скандинировано продумано организовано блестяще но это делается уже не один год и делается по всем городам Америки как я уже сказала постоянно постоянно каждый я не знаю круглогодично я делаю фандрейзинг раз в год всего и только считаю своим долгом делать это для Бруклина дальше пожалуйста да ну покажите еще слайды так спасибо вот видите это Даундаун Бруклин такое широкое место тут Верховный суд находится рядом это такие места значимые дальше пожалуйста да да еще те кто собрали определенное определенное число денег не менее 150 долларов им дают майку мне тоже выдали каждый раз разного цвета майка с этими словами Америка потом они в дальнейшем дают возможность выбрать какой-то сувенир но это в дальнейшем потом если кто собирал какие-то деньги там в зависимости от суммы кто насобирал вот дальше пожалуйста вот так значит я хочу сказать что это очень благотворное действие но это совершается с моей стороны только раз в году я делаю это и собираю группу и занимаюсь поддержкой но помимо этого еще один вид деятельности о которой я не могу не сказать это вид деятельности номер два но я так понимаю слайды кончились вот спасибо большое вот и помимо этого это это healing conversations healing conversations значит это встреча и поддержка одноразовая поддержка тоже людей которых близкий покончил с собой значит по их желанию если они хотят они могут обратиться на сайте фсп есть такая рубрика где они могут попросить о помощи и как 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 они хотят встретиться сейчас из-за ковида мы не можем встречаться по домам раньше мы ходили по домам два волонтера ходили по домам теперь мы только в одиночку получается или онлайн или по телефону и стараются соединить волонтеров со сходным видом утраты например если у кого-то погиб брат или сестра там я могу поговорить с этим человеком если у кого-то погиб там супруг там стараются подобрать того у кого погиб супруг или супруга то есть ну этому я тоже училась у них такой специальный онлайн тренинг есть у них на диске это есть и книжечка брошюра такая то есть я прошла как бы это заочница в этом плане прошла прочитала ответила на вопросы теста и была готова к тому чтобы вот принимать участие довольно много были таких случаев мы ездили в разные концы Бруклина Нью-Йорка ну я могла бы рассказать про это но сейчас особенно нет времени просто кратко скажу что лучше всего когда это если уже на дому то лучше всего это делать дома не в кафе каком-то не в учреждении а лучше всего встречаться дома когда человек в своей обстановке и когда он может расслабиться когда он может поплакать когда он может не чувствовать себя скованными какими-то рамками и обычно мы приносим какие-то брошюры в помощь материалы объясняем где можно найти еще дальше обратиться за помощью но обычно это бывает одноразовый визит только одноразовый визит а потом если они хотят они могут обратиться в группу поддержки и встречаться с другими людьми вот так ну и третий вид деятельности важный вид деятельности это группа поддержки группа поддержки я организовала ее не сразу вначале я была не готова это не может сделать человек у которого только-только погиб близкий человек он слишком еще сырой для этого он слишком он все время плачет он все время в ужасном состоянии то есть это невозможно ему нужно немножко окрепнуть по крайней мере минимум считается два года должно пройти и вот эти минимум два года прошло потом прошло еще несколько лет я искала психолога социального работника я думала кто-то будет вести я не полагалась на себя но я не находила такого человека в результате я решила знаете не боги горшки обжигают и решила сама стать модератором и я организовала на базе той библиотеки где я работаю значит главное чтобы там было помещение общедоступное бесплатное и чтобы был рядом туалет где люди могут пойти чтобы была возможность уединиться как-то приватно разговаривать и у нас возможность есть такой зайчик есть небольшой где мы встречаемся раз в месяц мы встречались но встречались я должна сказать потому что это продолжалось несколько лет мы встречались в одной библиотеке потом я перешла работать в другую встречаюсь в другой библиотеке группа была небольшая приходило 4-5 человек от силы там 6-7 в основном очень мало людей потому что для этого нужно вечером приехать на другой конец города может быть для кого-то тяжело а вот с марта 2020 года как начался этот ковид моя группа перешла в онлайн режим то есть я стала вести это не ежемесячно а еженедельно каждую неделю вот вчера например у меня была группа в среду пришло 10 человек это мало обычно 15-17 по-разному бывает но вчера было только 10 мы говорили каждый раз я им подбрасываю разную тему но все мы или обсуждаем разные эмоции говорим о их чувствах как вы понимаете вы психологи широкий спектр чувств и это ну просто водопад чувств обрушивается на человека который пережил суицит близкого и это полный шок это состояние замешательства это неверие в себя это огромная травма люди травмированы страшно это чувство вины это стыд желание скрыть непонимание как говорить детям о том что произошло происходит вообще переворот сознания происходит перемена ролей в семье физиологические последствия люди лишаются аппетита там люди чувствуют именно физическую боль они как будто бы чувствуют они как будто бы ощущают физическую боль я тоже чувствовала физическую боль я пошла даже врачу я думаю что со мной неправильно что со мной что происходит ну в общем на самом деле этого не было это просто может быть сгодится сердце да вот часть сердца когда умирает от боли близкого человека ну и потом апатия беспокойство в общем масса 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 всего но уникально еще для тех кто пережил суицид это чувство вины огромное чувство вины которое оно существует у всех выживших какая бы какая бы причина не была утраты но в случае суицида это чувство вины очень сильное и еще ощущение вот это то что Элизабет Кюблер Рос писала багиник то есть торговля когда человек а вот если бы а вот если бы я мог или если бы я могла из себя вовремя если бы я с ней поговорила или с ним поговорила если бы я то-то то-то сделала бы то есть человек начинает себя винить вот это матерь у которой погибла дочь на ее глазах она не перестает спрашивать почему как я могла не остановить она выхватила пистолет как я могла как как это произошло почему я не сумела предотвратить то есть это жуткое чувство вины и то же самое там я себя спрашиваю почему я не поговорила со своим братом по душам почему я не выяснила То есть это вот все время думаешь, пока наконец не приходишь к выводу, что это не касается, то есть it's not about us, it's about them. Они сделали это не из-за нас и не в пику нам, и не потому, что они нас не любили, а потому, что им так было плохо. Это было их состояние души. Но к этому нужно прийти. Ну вот, и потом это, я хочу сказать, вот эта группа, как говорят люди, она им очень помогает, потому что раз в неделю у них есть возможность поговорить, выложить там то, что у них, ну, мы стараемся, у нас несколько правил, мы обязательно соблюдаем эти правила. Я их зачитываю, тем более, что каждый раз какой-то новый человек поступает, я обязательно зачитываю эти правила. Одно из этих правил не монополизировать, чтобы не получилось так, что один человек, все внимание группе на одного человека. На самом деле, каждому дается возможность сказать, они просят слово, им дается слово, они недолго говорят о чем-то. Ну, каждый раз новая тема, например. Этот раз я им так сказала, я говорю, вот у вас есть много участников, может быть, их что-то волнует, может, они хотят о чем-то спросить. Они могут спросить друг друга, спросите друг друга, спросите меня, спросите. В общем, короче говоря, они задавали вопросы. Там вдова спросила другую вдову, как она переживает, что она делает, чтобы справиться с этим чувством одиночества, там еще кто-то. То есть люди задают друг другу вопросы и поддерживают друг друга. Это просто бесценно. Или мы, один раз мы обсуждали там гнев, потому что гнев, он тоже человек, у которого близкого покончил с собой, чувство гнева, обязательно его переполняет. Ну, не обязательно, я сказала, это может быть не точно, конечно. Кого переполняет, кого не переполняет, но это очень распространено. И они могут злиться на того, кто покончил с собой, на самого себя. Человек может себя осуждать, почему он не предотвратил. Он может осуждать близких людей, что они в чем-то виноваты. Там, предположим, свекровь осуждают невестку, почему погиб ее сын, что виновата она, как она может считать. То есть каждый, и это вот чувство гнева, горечи, утраты, оно переплавляется на какое-то другое русло. И с этим тоже надо что-то делать. И группа очень помогает. Вот. И что я еще хотела сказать. Последние направления. Я могла больше говорить о группе, но не позволяет. Но потом в конфиденциальности все такое. В общем, короче говоря, я могу любого желающего ознакомить с нашими правилами. Я их тоже не выдумала из головы. Я их взяла, я посмотрела в интернете, нашла другие группы, что-то скомпилировала. И что-то, в общем-то, помогает, я считаю. Пока у меня не было больших проблем, никаких таких проблем с поведенческим. С поведенческим. Одной женщиной только один раз, которая явно была психически расстроена. Там было психическое расстройство. Вот. Теперь последнее, что я делаю. Вот Международный день людей, переживших суицид. 20 ноября. В этом году будем 20 ноября. Это обязательно суббота, последняя суббота перед Сайс Гивингом, перед Днем Благодарения. Значит, в этом году тоже будет онлайн. И в прошлом году было онлайн. Значит, как мы это делаем? Я буду одним из модераторов для группы Сиблингов, то есть братья и сестер. А там будут другие люди. Значит, помимо общего вступления, там кто-то скажет приветственную речь. Потом мы будем смотреть документальный фильм. Один из тех фильмов, который ФСП снимали раньше в этом году, они не снимали новый фильм. Мы будем смотреть фильм, который был снят, по-моему, в 2014 году. Мы посмотрим этот фильм, он в двух частях. Потом поговорим, потом посмотрим заключительную часть этого фильма, вторую часть этого фильма. Потом мы будем... То есть мы разобьемся на группы по виду утрат. А в конце мы будем... Значит, там какую-то церемонию мы сделаем, я еще точно не знаю какую. Ну, каждый раз можно что-то сделать, там свечку зажечь, или прочитать какие-то стихи, или что-то еще такое значимое такое сказать. Да, еще в начале обязательно будет показываться. Они сделают, как бы, компиляцию из разных портретов людей, которые погибли. И они демонстрируют эти портреты, идут лица этих людей, которые ушли от нас. Это тоже очень трогательно, на самом деле. Вот. Это бывает обычно в начале. Ну, я... В прошлом году, например, были какие-то участники, и я видела список этих участников, я их пригласила. Часть из них стали ходить в мою группу, участвовать в ней. И, в общем, то есть я сделала, что называется, аутрич. Я протянула им руку и предложила помощь. И не всегда человек сам может догадаться, что ему нужно вот помочь. Иногда первый шаг с нашей стороны мы делаем. Вот что я хотела сделать и что я не смогла сделать. Хотела я сделать такой онлайн-форум. Была у меня в свое время такая задумка сделать это, чтобы он на русском языке был, для русскоговорящих людей. И я сделала это с помощью волонтера. Там один, который мне создал его, я не программист, он помог мне сорвать эту форуму. Он был какое-то время. Я заплатила деньги за хостинг, чтобы этот форум был подвешен в интернете. Но что получилось? Получилось, что через какое-то время этот форум стали атаковать боты, стали атаковать какие-то роботы, какие-то... В общем, короче говоря, там столько всякой ерунды на него наплыло, наплыло, что я вынуждена была его снять и перестать за него платить. И я просто подумала, что, конечно, в России столько организаций. Но было бы хорошо, если бы хоть какая-то организация организовала что-то такое для людей, у которых близкие погибли от суицида, для них, чтобы они могли информацию черпать и информацию о группах поддержки. То есть хотя бы начать с того, чтобы онлайн что-то сделать, чтобы по интернету они могли бы связываться друг с другом, выражать, сочувствовать. И какой-то психолог, эсенциальный работник модерировал бы это, смотрел, чтобы не было там никакой пропаганды насилия, чтобы никакой грязи там не появлялась. Но чтобы это было на самом деле в помощь людям. И я считаю, что это очень было бы здорово, иметь такого рода форум для начала или онлайн-сайт, а потом можно было бы и группы организовать, потому что сколько я не пыталась найти, похоже, что этого просто нет, к сожалению, в России. Ну, то, что в России суицит огромная проблема, я не открою Америки, вы сами знаете. В Америке это тоже огромная проблема, идет на подъем. И, к сожалению, еще больше умирают детей, подростков. На их гибель оказывают влияние эти онлайн-сети, в которых они оказываются абсолютно зависимы от этих онлайн-сетей, от своего имиджа, от того, как они выглядят, они страшно переживают, девочек могут травить на этом. То есть родителям тут нужно, конечно, очень много внимания уделять тому, чем занимаются и дети онлайн в интернете. И вот у нас, к сожалению, это большая беда, что больше людей погибает, детей погибает. То есть у меня были матери, в группы входили. И я, правда, у нас специально есть группа для матерей только, и туда входили дети 12-14 лет, 15 лет мальчику погиб. Ну, ужас, просто ужас. Вот, и я хочу сказать, что я всегда готова помочь. Если кому-то из вас нужна, ну, мои какие-то знания, с чем-то я могу поделиться, я, пожалуйста, с удовольствием. Мой e-mail тоже я могу в чате написать. Пишите и только делайте. Вот доброе дело такое. Помогайте людям, у которых близкие погибли от суицида. Вот, спасибо большое. И я хочу последнее, что сказать. Мне очень понравилось недавно выражение одно. Там, по-моему, сказала одна политик, но, по-моему, она сказала, что если вы доходитесь во тьме, вы можете долго и упорно проклинать эту тьму. И вы можете взять, зажечь свечку. То есть вот выбор как бы за каждым человеком. Вот, спасибо большое. Спасибо большое, дорогая Леана Леонидовна. Ну, это слова конфуция. Политики часто его повторяют. Но это слова, безусловно. И спасибо вам большое, Леана. Потому что вы рассказываете как раз о вещах, которые очень важны, практических, вот о таком социальном, межличностном взаимодействии, обмене чувств. И поэтому очень ценно, что вы рассказываете об этом и сегодня, и в прошлом году, и раньше. Для нас это очень важный опыт, потому что в Америке больше времени, больше, может быть, уже традиция, помощь людям с такими проблемами. И вы правы, что у нас пока лишь это вот так спорадически зарождается. И здесь обмен опытом, ваша помощь и поддержка будут очень полезны. И вот то, что вы сказали, такая важная инициатива. Перед вами выступала как раз Марина Андреевна. И мы надеемся, что вот фонды, подобные фонду проекта «Псипросвет» будут таким модератором или будет такой социальной инициативой, которая позволит вот таким группам самопомощи объединяться, где люди, пережившие похожее горе, могут найти поддержку друг от друга, и где модераторами могут выступать психологи или специалисты по социальной работе. Поэтому спасибо, мы будем и дальше рады обращаться к вам за помощью. И спасибо вам за открытость и за такое многолетнее взаимодействие. Спасибо вам. Спасибо. Есть какой-то вопрос, если есть? Потому что видно, как вы горите этим, и что действительно это ваша миссия. На словах она деле много лет посвятить этому. И спасибо за ваши книги, они очень ценные. И это не только мое мнение, но и очень многих коллег и людей, обычных людей, которые стали читателями ваших книг. Поэтому спасибо вам за это творчество и за эту полезную работу, которую вы делаете не только для американских или российских коллег, но и для тех, кто дальше пересказывает это уже для следующих и для следующих нуждающихся. Спасибо большое. И сейчас позвольте передать слово Дарье Вадимовне Добыш, старшему преподавателю 1-го Московского государственного медицинского университета имени Сеченова, Минздрава России, клиническому психологу Центра детской психиатрии имени Сухаревой, опытному специалисту, который выступит с темой работы с родственниками, пережившими суицидальные попытки близких, с семьей, сталкивающиеся с суицидальными попытками детей и подростков. Вы знаете, насколько это важная и такая больная тема, проблема, которая касается очень многих родителей. Поэтому, Дарья Вадимовна, спасибо, что нашли возможность выступить сегодня. Мы будем рады услышать ваш доклад. И спасибо за такое уже регулярное взаимодействие с вами. Добрый день, коллеги. Я тоже очень благодарна вам за возможность регулярно рассказывать про результаты нашей работы преподавательской, и, конечно, про результаты работы коллектива Центра имени Сухаревой, который много делает, на мой взгляд, так же, как и разные другие организации, для оказания помощи детям, подросткам и их семьям. Я постараюсь не повторять то, что говорили предыдущие докладчики, сделать акценты на каких-то иных моментах, хотя книжка у меня тоже буквально настольная. Сейчас мы ее с родителями и с родственниками читаем. Небольшая проблема со связью, похоже. Я буду сегодня дать обратную связь. Видно ли и слышно ли? Ну да, и видно, и слышно. Но была небольшая пауза в связи. Хорошо. Я буду надеяться, что все дальше пойдет. Хорошо. В большей степени буду говорить про опыт мой и моих коллег из центра имени Сухаревой, где работает клиника кризисной помощи. Основная задача как раз оказывает помощь детям, подросткам и их семьям, которые оказались в разных кризисных ситуациях. Но, конечно, огромная, да, самая большая группа наших клиентов и пациентов – это подростки, поступившие к нам после... ...сутидальные попытки и его стационара. Я буквально в двух словах коротко расскажу про структуру работы. Вообще, кризисные службы сейчас в клинике и некоторую этапность работы. У нас есть кабинет кризисной помощи, куда обращаются дети, подростки чаще всего, в любом случае, вместе с родителями, либо родители информируются в согласии ребенка о факте обращения в кризисный кабинет. Там принимает врач-психиатр и клинический семейный психолог, одновременно два специалиста, задача которых – отчасти оценить то, что сейчас происходит с ребенком и с семьей, при необходимости, действительно, госпитализировать ребенка, либо принять решение о возможности получения помощи в амбулаторных условиях. Тогда семья может работать в том числе с семейными психологами амбулаторно. Это бесплатно, это может быть осуществлено по предварительной записи либо в порядке живой очереди. И основная задача кризисного стационара – это работа именно с суицидальными переживаниями и суицидальным поведением. Следующий шаг – это, собственно, стационар. Это клиника кризисной помощи, куда могут попасть пациенты из кризисного кабинета, либо могут быть переведены из соматических клиник уже после суицидальной попытки для оказания помощи в стационаре, иногда для подбора медикаментозной терапии, если это требуется. И на этапе стационарной работы есть разные формы работы, о которых я в следующем слайде расскажу. Следующий шаг – это дневной стационар, поскольку очень часто суицидальное переживание невозможно свернуть за какой-то короткий промежуток времени. Дети и подростки основной задачей своего периода развития все-таки имеют общение со сверстниками обучения. Ребенок не может, не должен все время быть в стационаре, поэтому происходит выписка как можно, скорее, как только достигается стабилизация состояния ребенка, и в дальнейшем он может наблюдаться в дневном стационаре, проходить также, продолжить работу с теми психологами индивидуальными, семейными, с которыми он начал работу в стационаре, такая непрерывная линия помощи, и также продолжить получать помощь врачей. И после выписки из дневного стационара, либо до госпитализации, к примеру, если госпитализация не требуется, в настоящий момент семьи могут в амбулаторном звене центра Сухаревой получать бесплатную помощь семейного психолога до пяти консультаций в год с возможностью расширения их до большего количества при коллегиальном решении команды специалистов. Таким образом, мы можем обеспечить некоторую этапность и преемственность работы не только в момент остроты состояния, но и в дальнейшем в динамике. Ну и основные форматы работы и в стационаре, и в дневном стационаре, и амбулаторно-послевознаваемости. ... ...это... ...про browsing... ...самейная психология... ...послевознаваемость... ...пети... дарь нам обода себе да там переживание суицидальной попытки в стационаре и не очень понимаю моментами примерно минуту сейчас вот было слышно последнюю фразу я говорила про разные форматы разные направления работы это индивидуальная работа семейная психологическая работа и группа работа да это группа ли не в принципе все три формы работы представлены и в стационаре и в дневном стационаре и в амбулаторном звене когда ребенок выписывается из стационара собственно да я говорила о том что я расскажу про маленький кусочек нашей работы это работа с семьей на этапе стационара с семьей подростка им суицидальные попытки вообще изначально на концепция клиники кризисной помощи помог предполагала опору на семейную терапию как один из основных форматов семейной терапии мы знаем нам по результатам и отечественных и зарубежных исследований что именно семейная терапия часто является ну такой по первой линии помощи подросткам со суицидальным поведением и в изначальном на этом своем формате большая часть специалистов клиники имела базовую подготовку по системной семейной терапии и те кто работает индивидуально с подростками по когнитивно-поведенческой терапии но там спустя некоторое время да получив такой большой опыт работы концентрированные с такими семьями собственно мы задались вопросом на можем ли мы осуществлять на вот такую классическую датам семейную терапию говорить про границы роль особенности коммуникации разные там функции до симптоматического поведения в семье когда фактически постоянно рядом с нами да в кабинете присутствует одна большая тема да там жизни и смерти которая там собственно переключает на себя внимание наше внимание ведь с возможной утратой ребенка, понятно, что его самоощущения, его родительские компетенции оказываются очень сильно подорванными, и возникает вопрос, может ли родитель тогда в этой истории стать опорой для ребенка? И если системные интервенции в этот момент мы не знали, не факт, что они достигнут своего и на всякий случай повторю, предыдущий кусочек, я говорила о том, что мы изначально исходили из идеи помощи семье с опорой на классическую системную терапию, но стали замечать, что не всегда работа с темой границ, ролей и иерархии оказывается столь продуктивной, когда на первом плане, все время рядом с нами на консультации присутствуют темы жизни и смерти, или когда в силу суицидальной попытки ребенка и переживания этого суицидального опыта ребенка, родитель не может находясь в своих переживаниях, стать для ребенка опорой. И тогда нам стало очевидно, что именно эти темы отчасти тоже должны быть фокусом семейной терапии. И несмотря на то, что мы детское учреждение, понятно, в первую очередь мы оказываем помощь детям и подросткам и действуем в интересах детей и подростков, нам, видимо, становится очевидно, что не помогая родителям, невозможно дальше эффективно помогать детям и подросткам. Поэтому внутри, казалось бы, детской больницы родилась идея про отдельное направление помощи родителям по переживанию незавершенной суицидальной попытки ребенка. И в рамках нашей работы мы заметили два типа реакции острых близких, на самом деле чуть больше, чем два, в остальных я тоже скажу, на такую суицидальную попытку ребенка, которые отличаются по внешним причинам, но, к сожалению или к счастью, внешне могут выглядеть очень похожим образом. И первая история – это такая вот первая суицидальная попытка ребенка, либо на фоне, может быть, долгого опыта самоповреждения, первая тяжелая суицидальная попытка ребенка подчас именно в этот момент родители вообще впервые узнают о наличии у ребенка суицидальных переживаний или об остроте его депрессивного состояния. И результатом вот такого первого столкновения с суицидальным опытом часто оказывается даже не на переживание вины, о которых уже говорили докладчики, сколько вот такие шоковые реакции и реакции отрицания. Вторая история, которую мы часто видим, это многократные суицидальные попытки ребенку, очень долгий опыт семьи в совладании вообще со всей этой историей. И тогда родители скорее находятся в переживании усталости, безнадежности, идея, что что бы мы ни делали, это все равно не помогает и ничего нам не поможет. И две вот такие разные внутренние линии переживаний на самом деле имеют одинаковые внешние проявления. Мы сталкиваемся с тем, что семья отказывается от работы или отказывается от работы с участием родителей. Говорят, что это вот с ребенком что-то произошло, нужно ему оказывать помощь. Или говорят, что вообще все было несерьезно, это только как бы дань моде или каким-то увлечением. Вообще не хочет говорить о суицидальных попытках на консультации. И это интересно, потому что мы однажды пробовали собрать какие-то запросы, которые часто первыми предъявляют родители на консультации, на первичные встречи с семьей. И это не запросы про то, что нам делать, или как нам понять, почему такое произошло. Это запросы про школу, например, или про успеваемость, или про то, что у моего ребенка нет друзей, или про то, что он меня не слушается. Нет идеи готовности часто говорить о суицидальных переживаниях, попытках ребенка. И часто это обиды на ребенка за то, что он так поступил, не учитывая переживаний родителям или заставляя семью проходить через такие сложности. И понятно, что внешне это может выглядеть одинаково, но если мы не различаем два этих разных направлениях внутренних переживаний, мы не можем эффективно помогать семье, потому что эти две линии требуют двух разных стратегий помощи. И две еще, может быть, типа реакции, о которых я коротко совсем сегодня скажу. Первое – это реакция такой очень сильной фиксации на суицидальные попытки ребенка, когда родитель, наоборот, ни о чем другом не может говорить. И для нас это для специалистов более или менее понятная история. Мы работаем с острым гореванием, то есть переживания суицидальные попытки актуальны и понятно, как в разных направлениях с этим работать. Либо истории про многократные и тяжелые суицидальные попытки, которые во многом связаны с болезненным состоянием ребенка, и тогда работа ведется скорее про принятие факта болезни и как мы как семья можем к ней адаптироваться, что мы можем делать, чтобы справляться лучше или чуть лучше. И я больше сегодня поговорю про первые две истории. И если мы говорим про какие-то направления конкретные нашей помощи и мишени работы, то первое, может быть, не по степени важности, о чем важно помнить, но первое, по привлечению внимания родителей, это организационная ситуация вокруг подросткового суицида. И очень часто родители оказываются вынуждены помимо проживания своего состояния решать разные вопросы, связанные с социальными институтами, потому что если ребенок предпринимает суицидальную попытку не дома, например, в школе, то об этом информируется полиция, органы опеки и так далее. И тогда начинается проверка по факту суицидальной попытки. Возрастая интерес социальных служб к семье, родители должны отвечать вообще за то, что произошло, давать объяснительные, коммуницировать со школой и так далее, несмотря на то, что им сейчас может быть очень плохо и вообще не до этого. И второй организационный момент – это больница. Это соматическая больница, в которой сначала мог оказаться ребенок или уже наша психиатрическая больница. Несмотря на то, что родителю плохо, он остается родителем и он должен, обязан решать вопросы, связанные с лечением ребенка и также заботиться о ребенке, поддерживать, навещать, привозить вещи. И здесь нам важно поддерживать родителей в этих разных организационных нюансах. Мы, безусловно, не можем делать за родителя, мы не можем пойти в полицию за родителя, но можем помогать ориентироваться во всех этих делах, можем поддерживать и вообще-то обращать внимание на то, что родители неплохо справляются и усиливать такую родительскую компетенцию. Можем подсказывать какие-то лайфхаки о том, как корректнее взаимодействовать с этими органами, как корректнее общаться с врачом и так далее. Такую консультативную оказывает поддержку. И в силу этих внешних обстоятельств работа с гореванием родительским – это всегда работа про некоторый поиск баланса. С одной стороны, родителю важно проживать тот опыт, который он получил. С другой стороны, ему важно остаться функциональным для того, чтобы выполнять родительские обязанности, о которых я говорила выше. Вторая наша большая задача, уже не, наверное, по степени важности она даже может быть первая, но просто иногда организационные вопросы перевешивают, перетягивают на себя внимание – это снятие табу вообще с обсуждения темы для суицида. Многие специалисты знают, что аура молчания вокруг суицидальной попытки – это одно из наиболее тяжелых последствий, с которым сталкивается семья, и семья не говорит с окружающими людьми, потому что это может быть стыдно, не говорит друг с другом, потому что я боюсь сказать, например, супругу или супруге, я знаю, что ему или ей и так плохо, и мои разговоры точно сделают ему еще больнее. И, конечно, я не говорю с ребенком, потому что если вдруг, не дай бог, я начну с ним это обсуждать, то у него снова возникнут такие мысли, от греха подальше лучше вообще ни с кем это не обсуждать. Но если нет обсуждений, если есть подавление этой темы, конечно, мы сталкиваемся с невозможностью ее дальнейшего проживания, поэтому мы часто обсуждаем, с кем бы вы могли поделиться тем, что сейчас с вами происходит, и очень близкий к этому вопрос, а для чего вообще делиться, да, зачем обсуждать эти переживания, потому что для многих родителей это не очевидно, да, вот зачем я буду говорить, просто чтобы говорить, да, понятно, что никто не сможет там, да, сделать за меня, и никто там, да, не может там разделить мою вину и мое горе. И вот здесь на слайде есть некоторые разные, ну, такие скорее универсальные идеи, да, зачем вообще важно говорить про трудные темы, но вместе, да, там с родителями мы часто находим какие-то индивидуальные, да, там в этом смыслы для них. Конечно, в рамках семейной, да, там терапии мы часто ориентируем родителей друг на друга, да, чтобы мама и папа, неважно, да, они на данный момент супруги или нет, могли друг друга в этом поддерживать, потому что это их ребенок, это их общее, да, там горе то, что их объединяет, и проживать его вместе бывает гораздо проще. Обязательно за рамки, да, вот этой истории мы выводим разговор с ребенком, да, и понятно, что обсуждать там, да, некоторые причины, механизмы, и что вообще в этот момент происходит с ребенком, очень важно, родитель должен быть об этом информировать, но ребенок точно не может, да, никакую из этих функций для родителя играть, он не должен быть тем, с кем родители делят, там, да, этот опыт того, как ему трудно, он не должен, там, помогать, да, и брать на себя какую-то родительскую, там, да, ответственность и так далее, да, вот эти там истории мы очень четко разграничиваем. И также близко к этому идет работа с другими мифами о суицидальном поведении. В рамках, там, дипломной работы одной из студенток мы составляли вот такой опросник с родительскими мифами, да, то есть какие там такие ложные или там, ну, частично ложные идеи чаще всего есть у родителей про подростковые суициды. И вот здесь, там, да, топ-5 наиболее популярных, да, то есть те, которые выделяют практически все родители, да, говорят, что да, я действительно согласен с тем, что там не стоит много говорить о суицидах, потому что чем больше говорить, тем больше вероятность того, что это произойдет. И, да, здесь нам важно выделить этот миф и, ну, как бы, деконструировать, да, их, показать их, ну, как маленькую оправданность, да, и неверность. Третья наша задача – это работа с коммуникациями в родителей и для, и для родителей, и внутри семьи. И это одна из самых сложных работ, потому что здесь очень важно начать называть вещи своими именами. Это очень трудно, но это нужно уметь признать и сказать внутри себя и сказать вслух, что, по крайней мере, на какой-то момент времени смерть казалась или кажется моему ребенку лучшим вариантом, да, чем та жизнь, которую я ему подарил, и что мой ребенок действительно хотел умереть. Это очень страшно и больно для большинства родителей, поэтому им здесь, может быть, нужна помощь специалистов в этом разговоре внешнем или внутреннем, помощь других людей, но этот разговор нужен, потому что без признания этого факта, что мой ребенок хотел умереть, никакая дальнейшая помощь, да, в том числе помощь ребенку невозможна. Да, это будет, ну, как бы вот такой некоторый фоновый шум про механизмы, про причины, да, там, про, там, да, что-то, что-то, что родители принимают, ну, к сведению, но не принимают по отношению к себе. И очень важно, чтобы эта история, да, была не для самонаказания, да, я должен про это думать и напоминать себе, не чтобы наказывать себя, а для того, чтобы понимать, да, что происходит. Более того, и по нашим, да, там, наблюдениям, по наблюдениям других коллег, вот эта история, да, что семья может прямо открыто говорить, называть вещи своими именами, называть суицид суицидом, да, там, суицидальную попытку, да, там, попыткой умереть, а не использовать, да, какие-то такие разные эфемизмы для этого являются хорошими, хорошим гарантом того, что ребенок обратится за помощью к родителям при, ну, каком-то повторном, да, там, возникновении суицидальных мыслей. Если, да, там, родители про это не говорят, то часто у ребенка возникает фантазия, да, что для них это настолько трудно и непереносимо, что я лучше не буду им об этом говорить, им станет очень плохо. И вот некоторая идея, да, для многих родителей оказывается непонятным, как же про это говорить, потому что если я разрешаю про это говорить, я как будто бы разрешаю ему это сделать. Ну, мы очень четко разводим эти истории, что я всегда принимаю тебя и все, что с тобой происходит, но вот выбор, да, твой уйти из жизни я не принимаю. Но это не значит, что я тебя не принимаю, да, ты навсегда мой любимый и единственный, но это твой выбор я никогда не приму. Так же трудным, да, там, является вопрос работы с виной родительской и у возникновения, да, родительской вины могут быть несколько разных механизмов. Ну, первый, да, достаточно нормативные, да, реакции вины, обвинения себя или обвинения других, да, достаточно вообще популярные стратегии в кризисных, да, там, ситуациях. Для многих родителей вина – это такой способ вернуть контроль, потому что если я виноват, я могу сделать в следующий раз что-то, чтобы этого не случилось, да, я могу контролировать эту историю. Для некоторых, да, там есть группа родителей, для которых вот такое переживание вины – это, правда, способ сместить фокус внимания на себя. Я чувствую себя виноватым, посмотри, до чего ты меня довел и как мне плохо, да, не тебе плохо, а мне плохо, да, это мне нужна помощь из-за твоих действий, да, такое тоже бывает. К сожалению, да, там часто с подростковыми суицидами мы сталкиваемся вот с такой вменяемой виной. Часто сам подросток, да, говорит, что семья или то, что происходит в семье стала основной причиной суицидальной попытки. Это может говорить не только подросток, это может сказать, не знаю, там, человек, который проходил мимо, учитель, врач, полицейский, да, что вот вообще, что вы за родители такие, если у вас ребенок, да, там, попытался покончить с собой. Это такая вот, ну, присвоенная, да, извне вина. Ну и вина, да, вот такие идеи про вину, связанные с руминациями, о которых сегодня тоже много уже говорили. Что мы делаем с родительской виной? И, ну, здесь для семейных психологов в первую очередь опор – это наш системный взгляд. Мы знаем, что в системной терапии нет, да, там, идеи правых и виноватых. Это что-то такое происходит с участием всей, да, там, системы, что получается вот так. И это не ребенок виноват, и не родитель виноват, но, тем не менее, да, вышло вот так. Это, конечно, опорно-биопсихосоциальный подход, что никогда не бывает, да, какой-то одной причины, и есть большое количество факторов, которые участвуют, да, там, в генезисоциального поведения подростков. И здесь важно, чтобы у всех, в том числе и у самого подростка, да, там, расширялось представление о факторах, да, не была только идея о том, что это, там, родители, да, мои плохие, и до такого меня довели. И, ну, в целом, это некоторая идея про понимание потребности, да, которая стоит за этим чувством вины. Ну, например, да, там… Если мы понимаем, что это история про контроль, да, то мы переключаем внимание с прошлого на будущее, не что я упустил тогда, а что в дальнейшем, да, там, после выписки я смогу сделать, там, по-другому, да, или, там, от кого вам важно было бы услышать, что вы не виноваты. Часто мы работаем здесь с собой, да, и с опорой, там, на свой опыт специалистов говорим о том, что, там, мы точно знаем, что, ну, там, мы не встречали родителей, которые бы, там, намеренно доводили своего ребенка до суицида, и, там, никогда не бывает, да, какой-то одной простой, конкретной, да, там, причины. И часто, да, это разговоры про развлечение вины и принятие ответственности. Я могу принять, да, что, может быть, мне нужно было что-то сделать по-другому, и я готов в дальнейшем делать по-другому, но это не значит, что я виноват, да. Можно брать ответственность, не беря на себя вину. Я вижу, да, что время на исходе. Еще буквально, да, там, пару моментов я хотела бы добавить. Одна из тем, с которой мы сталкиваемся, на которую, работая с близкими, обращая внимание, это так называемая групповая тема семьи. И часто задавая, да, там, подростку, иногда всей семье вопрос о том, а как тебе кажется, для кого вообще еще, да, там, в твоей семье суицидальные мысли тоже актуальны, или кому, может быть, в голову приходили такие идеи, мы узнаем, что такие мысли есть или были у родителей. И тогда это такая, ну, как бы, общее семейное переживание, в котором, да, там, родители, возможно, до момента, да, там, суициды ребенка какое-то время мог находиться, долгое, там, да, или короткое, мы не знаем. Но дальше мы понимаем, что если у кого-то в семье еще есть такие переживания, то сам факт седальной попытки ребенка, ну, во-первых, да, снимает некоторый запрет, да, на такие действия негласные, стресс, да, там, переживание вины и, там, нагрузка, да, там, в этот момент, который ложится на родителя, резко ухудшают состояние родителя, и, к сожалению, да, мы можем получить еще одну суицидальную попытку, поэтому мы особое, да, там, внимание уделяем состоянию самого родителя и при необходимости, да, там, говорим о том, что и самому родителю, возможно, было бы важно, да, да, также обратиться к специалистам, там, да, психиатрам или психологам, там, да, с разными идеями. И группа, о которой сегодня уже в моей большой радости упоминали, мне тоже важно было бы про нее сказать, работая с близкими, нам важно не забывать про работу с сиблингами. Братья и сестры, тех ребят, которые совершают суицидальную попытку, к сожалению, часто оказываются вне поля зрения специалистов, ну, потому что с ними все хорошо, как будто бы, и вообще они сейчас не требуют, да, там, такого острого внимания, но с учетом, да, там, динамики, которая происходит в детской подсистеме, нам важно помнить, что часто именно братья и сестры являются таким доверенным лицом, о котором подросток рассказывает все, в том числе иногда делятся суицидальными планами. Но в отличие от взрослых, они не обладают, да, достаточными компетенциями, знаниями, опытом, да, для того, чтобы поддерживать, там, да, подростка в этой теме. Они оказываются часто заложниками, да, вот этой истории, что если я расскажу, я стану предателем, и тогда брат или сестра вообще ни с кем не поделится, и останутся наедине с этой темой, а если я не расскажу, то тогда я должен сам как-то с этим справляться, а сам я не могу его остановить. Да, так же, как и родители, часто испытывают очень высокую, да, там, вину за то, что не рассказали, не поддержали, да, там, не смогли остановить. Чаще всего, да, они, там, ну, как-то вообще минимизируют, да, там, свое присутствие в семье, сокращая, там, да, все свои потребности для того, чтобы не отвлекать, там, да, внимания, не конкурировать, не мешать, не нагружать родителей, да, там, еще какими-то лишними проблемами уходят в тень, и очень часто взрослыми, да, и родителями это принимается, вот, ну, как такое взрослое поведение, да, они понимают все, что происходит, и они, там, по-взрослому, да, там, стараются не мешать, но это не значит, что им не нужна помощь. Поэтому, к счастью, да, у нас есть возможность также работать в рамках, да, стационара и дневного стационара, обязательно работать с братьями и сестрами при необходимости, да, там, продолжать с ними работу и, ну, уже после того, да, там, как, собственно, подросток, да, совершивший суицидальное поведение, там, да, выписывается из клиники. Ну, контакты, да, там, клиники, если кто-то хочет, ну, там, прочитать больше про наш опыт, и большое спасибо еще раз за внимание и за возможность выступить здесь уже не в первый раз. Не знаю, я пока не слышу, есть ли какие-то вопросы, потому что, если у нас есть время, я готова была бы на них ответить, конечно. Прошу прощения. Спасибо большое, Дарья Вадимовна, за многолетнее сотрудничество, с надеждой на его продолжение, и очень важную тему вы подняли. Многие мифы, действительно, мешающие пониманию сложности этой проблемы, о которых вы сегодня сказали, многие вопросы, которые, я думаю, что и в дальнейшем, и в ваших исследованиях, и в вашей практической работе, и на наших конференциях стоит продолжать обсуждать, и вот такая миссия профилактическая, просветительская, и она тоже важная часть работы и с населением, и с подростками. Спасибо. Спасибо большое. Мы надеемся, что, может быть, в будущем сможем представить результаты исследования по вообще отношению к смерти у подростков с суицидальным поведением и у их близких. Вот еще на этапе кризисного кабинета до того, как они совершают суицидальные попытки. Спасибо большое. Коллеги, есть ли вопросы? Большая благодарность вот аудитории, Ария Вадимовна, такой содержательный доклад. Спасибо большое. Надеемся на новые встречи и услышать результаты вашего исследования по такой актуальной теме. Спасибо большое. Спасибо. Мы плавно подошли к завершению. К сожалению, один из докладчиков заболел, и мы надеемся, что он как можно быстрее поправится. Поэтому есть ли какие-то вопросы в целом по конференции, по докладам, к тем докладчикам, которые остались? Да, пожалуйста. Сейчас я дам вам микрофон. Леонидовна Леонидовна говорила, что может дать свою почту. Вот как ее можно получить? Да, если можно, вы тогда подойдите к организаторам или напишите на почту ассоциации, и мы перешлем вам ее контакты. Ну, потому что действительно очень ценный практический опыт, как это организуется в Соединенных Штатах, как это организует Фонд превенции суицидов. И Леона как раз опытный волонтер. И сейчас, может быть, не так много было фотографий, но на предыдущих докладах это был очень такой содержательный материал, как организовываются такие походы совместные, как организовываются группы, потому что этого не хватает в нашей практике. А потребность такая в общении, в том, чтобы поделиться эмоциями, в том, чтобы почувствовать. Вот групповой формат здесь потрясающие эффекты дает. Почувствовать, что ты не одинок в своем горе, что не только с тобой это происходит. Услышать рассказы других, и это очень важно, чтобы у нас тоже такие форматы организовывались. Спасибо. Коллеги, еще вопросы, комментарии, предложения? Завтра у нас будет, к сожалению, только один семинар. Он будет посвящен концептуализации, специфике этой концептуализации суицидального поведения и работы с такими пациентами, клиентами, поскольку это важно для понимания мишеней, этапов терапии. Приглашаем вас на этот практикоориентированный семинар. Он пройдет с 10 до 5 здесь же, в этом помещении. Будем ждать тех, кто уже записался или захочет записаться. Спасибо, коллеги, спасибо за вашу устойчивость, толерантность к хрустрации, несмотря на все помехи, которые были связаны со сложностями соединения или с какими-то еще сложностями, за то, что в эти трудные дни вы нашли в себе силы, что большинство из вас досидело до конца. Спасибо всем, кто присоединился онлайн. Огромное спасибо спикерам за то, что они с нами. Многие годы уже посвящают себя этим важным проблемам и делятся с нами этой информацией, делятся с нами своими наработками, навыками, практическими возможностями, которые они через сегодняшние доклады старались раскрыть и донести до нас. Спасибо большое организаторам, всем, кто принял участие в организации этой конференции. Спасибо ММА и лично ее ректору Левию Михайловичу. За гостеприимство, за возможность расположиться здесь в этих комфортных условиях и за перспективы нашего последующего сотрудничества, совместно развивая этот сложный, но важный очень проект помощи людям с суицидальным поведением и переживших суицид близких. Спасибо, коллеги, и до новых встреч. Берегите себя и своих близких в эти непростые дни, ну и вообще в целом. Спасибо. 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 Спасибо.